Ладно, давайте мы начнем Продолжаем с вами говорить о постмодерне И о философии, которая с этим постмодерном как-то связана Продолжаем об этом говорить Ну, как особо ни на чего не рассчитывая На какие-то большие результаты То есть говорить, что говорить Почему, кстати, нам вот лучше не рассчитывать здесь на какие-то большие результаты? Как вы считаете? Результаты исследований Нету цели, да Потому что, видите ли, какая логика интересная Если мы будем предполагать какие-то большие результаты нашего исследования То будем вести себя весьма не по-постмодернистски Весьма не по-постмодернистски Будем навязывать вещам свою волю, свое желание Власть свою будем навязывать вещам Это нехорошо Все эти господа прекрасные нас учат Что-то плохо, на самом деле Не надо навязывать вещам свою волю и свое желание Надо освобождать вещи Не только вещи, язык еще, например И прочее И об этом тоже сегодня у нас речь пойдет Значит, о чем пойдет у нас сегодня речь? О дискурсе, да, правильно? О дискурсе, или в скобках можно пометить о дискурсивных практиках Или в скобках можно пометить о дискурсивных формациях Вот как-то у Фуко это все Ну и синонимично, и не синонимично То есть есть какие-то различия, но по сути речь идет об одном и том же Мы попытаемся понять с вами, что такое дискурс Ну, понятие это для нас, мягко говоря, не лишнее Потому что, как вы знаете, дискурс это одно из, наверное, самых опорных понятий в философии эпохи постмодерна Один из самых известных, наверное, и ходовых концептов Да и не обязательно философии, не обязательно концептов Вне философии только и слышно, да, дискурс, дискурс, дискурс Такая визитная карточка, опознавательный знак постмодерна Если постмодерн, значит о дискурсе пойдет речь Вот в этом надо как-то разобраться Я говорю, надо понять дискурс, а может, зря я так говорю Может, поняли уже все Ну, вот я сказал, что понятие ходовое И вы много же до него слышали, это совершенно очевидно И слышали, и, наверное, как-то понимали Ну, то есть, когда вы слышали слово дискурс, вы как-то опознавали его А как опознавали? Кто-нибудь выскажет? Дискурс – некий образ мышления или некая система понятий, которая выражается с словесом через язык? Образ мышления – это раз Система понятий – это два Образ мышления, который выражается через систему понятий Образ мышления, который родословесно А, иначе говоря, в языке Да? Это у нас с языком связано Еще какие варианты есть? Все согласны? Образ мышления, который выражается в системе Совокупность высказывания Совокупность высказывания Да, ну это вы читали археологию знаний Неоднократно, наверное Больше чем А я верил Ну хорошо, нет, ну да Все так Все, в общем, так Мы сейчас будем это прояснять и конкретизировать Но в целом, да, наверное, вы улавливаете мысль, что это Ну, я не знаю, насколько система здесь удачное слово Ну, пусть пока будет система А там разберемся, нужна нам будет система или не нужна Значит, образ мышления Который выражается в языке В словесности Ну, я так широко говорю В словесности В системе понятий И не обязательно только понятий Да? Ну, понимаете, в чем дело? Понятия тоже Это не все на свете понятия Мы когда с вами так вот общаемся Просто о чем-нибудь Неважном Мы Используем слова, которые могут выступать как понятия Если мы их сделаем понятиями Да? Если мы их превратим в понятия А пока мы этого не сделали Это просто слова Да, слова Да, непроясненные А понятия, они существуют Вот в такой области Человеческого разумения Специфической Как вот философия Да? Философия этим занимается специально Берет слова Которые мы используем Направо и налево Не вдумываясь И пытается понять Понять от слова Понять Что же мы говорим Когда говорим Что мы говорим Когда говорим Ну, ладно Это я далеко зашел Такой у меня к вам вопрос Сразу же Я подумал Может быть это не лишнее Может быть нам так будет проще Двигаться Удалось ли вам Ну, вы читали этот текст Наверное Я надеюсь Хотя бы видение Хотя бы может быть первую часть Не обязательно конечно нам все использовать Хотя бы видение Вы читали И возможно вам удалось Сформулировать сразу Какие-то вопросы для себя Вот если да Давайте сразу Мы их озвучим И попробуем Двигаться как-то Учитывая их Есть существенные вопросы По тексту Вообще по дискурсу По словам По словам Что по словам Например Рассеяние А что такое рассеяние Не знаю Все в порядке Слесить Рассеяние Значит у вас вопрос Что такое рассеяние Хорошо Еще какие вопросы Чем архив отличается от структуры Чем архив отличается от структуры Я поняла Что они Нет Ну это Я на это вопрос Не могу вам терять Схудо отсветить Архив Это некая материальность Просто Архив Вы когда-нибудь Были в архиве В каком-нибудь Краснодарском Архиве Где лежат Бобины С советского телевизора Я как-то раз Меня черт дернул Я позанимался Немножко Спортивной журналистикой Поэтому я знаю Что такое бобины Архив Это материальность Просто материальность Документы Ну не сборник Ладно Некая совокупность документов Документов Которые мы изучаем Это наш позитум Это наша позитивность Для нас Как исследователей Что мы изучаем Документы Документы Группируются в архив Архив культуры Например Архив документации Культуры Довольно просто Структура Это Все-таки Не материальность Это не позитум Структура – это, в первую очередь, структура сознания, которую мы видим где-то в какой-то позитивности, которая для нас существует в какой-то позитивности, реализуется в какой-то позитивности, в архиве, например. То есть структура – она не материальная, а архив – это именно материалы, с которыми мы работаем. Ладно, дойдем. Просто я так сразу прояснил этот момент. Еще что-нибудь, значит, рассеяние. Ну да, конечно, словечко – кто еще? Архив, структура, еще что-нибудь. Как в дискурсе формируется объект? Как в дискурсе формируется объект? Это хороший вопрос. Но вообще он там подробно об этом говоря даже посвящает несколько динамичных страниц именно этому формированию объекта. Как в дискурсе формируется объект? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Это выведение, по-моему, даже. Нет, в первой части. Как в дискурсе формируется объект? Это интересно. Сначала уже хорошо, что он формируется в дискурсе. Не объект формирует дискурс, как было бы удобно нам считать, избавиться от всех проблем, успокоиться. А дискурс сам формирует объекты. Дискурс формирует объекты. Как, например, научный дискурс формирует. Формулирует, я так скажу. Мы же о языке говорим. То есть тут формировать и формулировать – это одно и то же. Синоги, кстати, тоже интересная такая небольшая языковая игра. Вот в науке с чем работают ученые? Не знаю, любой. Ну, вам что ближе? Математика. Математика. Отлично, кстати. Вот математика – это очень интересно. Очень сложно. Вот у меня едва ли есть какой-то окончательный ответ на этот вопрос. У меня проще, ну, не знаю, в этом смысле с физикой. Ну, вот в математике с чем работает математика? Да, в последнее время я уже сам пересталкиваю, с чем она работает. Вот так вот. Хорошо. Ну, допустим, вот там что есть, формулы какие-то, да. Это тоже какие-то структуры. Какие-то структуры. С какими-то определенными свойствами. С какими-то определенными свойствами, которые существуют в математике как-то вот исторически, по ходу развития математической науки. Возникают вот такие определенные структуры, которые есть в объекте математики. А где они, эти объекты, вообще, находятся? Вот математический объект. Какой у него статус существования? Где он? В заключительном сознании человека. То есть вот в чем сложность математики. Математика и математические объекты не вполне объекты. Почему я сказал, что это очень сложный пример, действительно он интересный и несложный. Поэтому он интересный. Потому что объекты математики не совсем объекты. То есть, если объекты это то, что порождается структурой, допустим, как нас учит структурализм, то вот математические отношения, это не объекты, а вот эти самые структуры сознания, пожалуй, есть. Вот чем сложна математика там. Потому что это и есть структура сознания наша. Мы мыслим так, у нас сознание устроено таким образом. Поэтому математика в этом смысле была для человечества неизбежной. Совершенно неизбежной. От чего я не могу сказать про ничего другого, кстати говоря. Мы могли бы пойти как-то и по-другому. Потому что многие другие науки, они как раз формируют или формулируют объекты. Физиков формируют объекты, это очевидно. Атом, например. Или что там уже. Я, наверное, в прошлом каком-то веке нахожусь уже давно не атом, а что-то такое, посерьезнее. Струны. Струны. Струны – это что такое? Ну, я понимаю, там гитаря есть на скрипе. А в физике струны – это что такое? Откуда они возникли? В конце концов, что такое струны? Это некий понятейный язык, некий способ описания чего-то, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем какие-то отношения, физические в этом смысле, и мы эти отношения описываем в каких-то терминах. И эти термины оказываются для нас еще и нашими объектами. Да? То есть струны – это просто термин описания чего-то. И в то же время это объект науки. То есть наука создает свои объекты. Не находит под Богом. А создает. Вот струны, например. Никто их не видел, никогда и не увидит очевидно. Вот так вот. То есть сам дискурс, сам некий язык науки формулирует, равно формирует свой собственный объект, как элемент этого языка. Дискурс как-то порождает эти объекты. Вот как? Ну, надеюсь, мы до этого вернем. Уже прямо много-много. Игорь, исходи, пожалуйста. Подключайся. Какие у тебя возникли вопросы по тексту? Сразу включаем. Да, понятно. Ну, ты подумай пока, может. Все, пока нам хватит вопросов. Можно еще? Конечно. Концепт – это то, что такое понятие или что-то другое? Ну, и да, и нет. И да, и нет. Все-таки и нет, да? Да вот и да, и нет. Поэтому вся сложность в этом заключается. В принципе, концепт можно переводить как понятие. Можно. Но в французском языке, не просто в французском языке как таковом, а в философском французском языке, то есть на понятивном уровне, есть два слова разных. То есть у нас это… Поэтому, кстати говоря… Да, сейчас буду вихлять, вихлять. Когда у нас мода пришла на французскую философию современную, очень хорошо, что сохранили, вот не перевели, да, сохранили концепт как концепт, не стали переводить как понятие. Потому что в французской философии есть насьен, то есть понятие notion в английском языке, а есть концепт. И это не то же самое, что понятие концепт. Ну не знаю, сначала давайте так. Одно шире, другое уже. Концепт – это, так скажу, философское понятие. Это именно философское понятие, да? А вот во французском языке тогда получается насьен, но notion, да, понятие – это шире. Понятие может быть вне философии, может быть научное понятие. Ну, для начала так это объяснение. Да, вот все эти господа, о которых у нас с вами речь, они вот концепты создают. Не понятие, а концепты. Они как-то довольно принципиальные. Поэтому это и близко, и не совсем. Концепты понятия различать, в общем-то, надо. Ну, хорошо, ладно. Давайте будем как-то разбираться со всеми нашими вопросами, которых, конечно же, много. Значит так, ну, чтобы войти в основной наш вопрос, а именно в вопрос о дискурсе, я, сложившись у нас уже традиции, я ее не задумывал, просто так сложившись, это хорошо. Это неожиданность, это случайность. Это просто интернистский. Значит, по этой традиции я начну с литературного некого образа, с такого легкого литературного введения в проблематику. На этот раз я возьму Вечного своего Джойса, с ним как-то проще. Но не то у него, о чем вы подумали. О чем он подумал? Мне просто показалось, что о чем он подумал. Я возьму ранний его роман, но, по сути, первый роман, который называется... Стивен. Стивен. Мог бы быть первым романом, только не вышло. Потому что где-то около девяти десятых текстов было утрачено. И этот вот непоявившийся роман «Герой Стивен» был переделан в итоге кропотливо Джойсом. Он действительно уже первый свой роман «Портрет художника в юности». Вот смотрите. Мне кажется, что это неплохая иллюстрация, неплохое введение в нашу сегодняшнюю проблематику. Я просто напомню вам канву этого романа «Портрет художника в юности». Сразу шутка вспоминается. Небезызвестный Астан Сатуров рассказывал, что когда печатали «Портрет художника в юности» в Советском Союзе, в брежневских времена, в литературной газете, там юбилей какой-то был у Брежнева, и на обложке был портрет Брежнева такой большой. Ну и там же написано «Портрет художника в юности», потому что там печатался роман «Портрет художника в юности». И так получилось, что Леонид Ильич – это такой художник в юности. Ну, не о Брежневе там речь, конечно, у Джойса. Стивен Дедал зовут этого художника. Ну, Дедал – он, тут говорящие имя. Вот так вот забрали миосферу. Дедал – Дедалус. Что это такое Дедалус? Мастер. Да, мастер. Помните такого персонажа мифологического Дедала, который много чего сделал? Лабиринт, например. Сын у него был и Карп, который опростоволосился. Ну и так далее. Дедал. Ну и Стивен тоже интересно. Стивен, Степан – это у нас есть. Стефанус. Стефанус – это что такое? Греческое слово. Венок. Слава. Вот увенчанный. Такой славный мастер. Славный мастер. Увенчанный мастер. Стивен Дедал, говорящий такое имя. Мастер. Тот, кто создает произведение. Это интересно. Поэтому роман о его жизни – это жизнь и есть его произведение. Как будто бы. Но это все романтика. Во многом это такая ирония здесь у Джойса. Джойс совершенно безжалостный, как вы знаете, ироник. Но дело вот в чем. Жизнь Стивена Дедала – едва ли его произведение. Едва ли это его произведение. Едва ли он мастер своей собственной жизни. Едва ли он сам производит свою жизнь. А что производит его жизнь? Что производит жизнь Стивена Дедала? В том-то и вопрос. Джойс нам это художественно показывает. Я сразу отвечу на этот вопрос. Сразу отмечу здесь главную мысль. Роман «Портрет художника в юности» – это, как говорят, путешествие по семиотическим сеткам. Это не я придумал, я взял это. А у того же, кстати, Андрея Сатурова. У кого взял он, я не знаю, но я у него сразу признаюсь. Путешествие по семиотическим сеткам. От сема, то есть знак по сеткам знаков, значений. В конечном итоге по сеткам языка, по языковым сеткам. Сетка – это очень удобное понятие, то, что он набрасывается на что-то. Уловить. Что уловить? Мир действительности. Уловить. В сети. В сети языка. Прости. В сетку языка. Вот держите пока это в голове, вот эти вот языковые сетки. Удачный, на мой взгляд, образ. Это даст нам понять, что такое дискорс. Путешествие, я сказал. Очередное. О чем путешествие? Нам рассказывают о жизни этого самого Стивена Дидала, навстречаемого ребенком. Ну как же так? Нет, нам нужно в студии. Сейчас нам обещают. Обещают? Уже один есть. У нас сегодня неожиданно. Неожиданно закончились места. Ладно, ребенок. И Джойс нам очень хорошо показывает, что это за ребенок такой, и почему он ребенок. Он нам показывает его язык. Его детский язык. Нелепую речь. Да? Нелепую. Такой заикающийся язык, заплетающийся. Что-то малоосмысленное, наивное. Какой-то лепет. Да? Или что это такое? Мы вдруг понимаем, когда читаем вот это описание языка ребенка, вот эту семиотическую сетку ребенка. Мы понимаем, что якобы все дети так и говорят, как нам Джойс показывает. Все дети так и говорят. Откуда мы знаем, кстати говоря, как говорят все дети? Знаете, как говорят семиоти? Тоже из литературы мы это знаем. Нам рассказали об этом некоторым образом. Ну, сейчас я уж не знаю. Может, из кинематографа. Раньше из литературы узнавали. Джойс это знает оттуда же, между прочим. Да? Он же с литературной традицией работает. Это все описано где-то в литературе было. И речь маленького Стивена – это такой шаблон. Это язык, который… шаблонный детский язык. Детская речь, обычная. Все эти бу-бу-бу. Откуда мы все это знаем про бу-бу-бу? Детский язык. Ну, культурные люди. Вот из культуры мы это и знаем. И Джойс дает здесь определенный шаблон языка. Дает дискус. В конце концов. А что дальше происходит с этим ребенком? Ну, как с любым ребенком происходит взросление. А повторяются при этом похожие вещи. Вот, допустим, нам Джойс показывает юного Стивена. Он за обеденным столом. Идет семейный ужин. Обычный ирландский семейный ужин. С возлеяниями и прочей. С руганью. Значит, мужчины спорят о политике, конечно же. Каждый принимает сторону той или иной партии, разумеется. Каждый принимает язык. Язык той или иной партии. Говорит с территории какого-то языка. Или лучше я сразу скажу, грубо. Это язык говорит человеку. Язык той или иной партии, вообще партийности. Говорит тем или иным человеком. Ситуация максимально безличная. Здесь такое всеобщее. Всеобщее. В виде того или иного языка. Язык как всеобщее. Он подчиняет себе индивидуальное. Подчиняет себе индивида. Индивид говорит каким-то казенным, ему заданным, преданным языком. Юный Стивен пока только слушает все это. Слушает этот дискурс. Он пока в него не вошел. Но мы прекрасно с вами понимаем, когда читаем, что в какой-то момент всенепременно войдет. А ярче всего это показано на примере религиозного дискурса. Самые такие впечатляющие у меня страницы этого романа. На примере религиозного дискурса, который по-настоящему захватывает Стивена. Если политический еще не захватывает, то религиозный захватывает по-настоящему. Стивен, как вы помните, слушает проповедь. И чувствует, как чуть ли не на физическом, физиологическом уровне этот язык, эти выражения, эти обороты, эти понятия, эти структуры входят в него, захватывают его. После проповеди он начинает воспринимать мир иначе. Он начинает воспринимать самого себя и весь мир вокруг себя в этих терминах. Через эти структуры языковые. Теперь нечто в мире, например, понимается им как грех. То есть нечто становится грехом. Раньше не было такого. Раньше были другие термины описания действительности. Теперь грех, например, появляется. Нечто понимается как, наоборот, спасение. Например, аскеза, может быть, святость и так далее. Стивен действительно становится аскетом. Он истязает самого себя. Ибо он знает, что он грешен. То есть ему сказали, что он грешен. Он принял язык описания действительности. Такова структура, таков язык, которые начинают говорить через Стивена и начинают ему показывать реальность, действительность такой, какая она есть через призму этого языка. Это важно. Здесь хорошо показано, кстати говоря, как дискурс овладевает не просто сознанием, но и телом. То есть герой действительно начинает себя истязать. Он после ванны, после холодной, например, не вытирается. Идет на холод, чтобы его морозило. Потому что он понимает, что это хороший способ избавиться от греха, обезгрешиться, очиститься. Ну и так далее. Вскоре, например, Стивен перейдет в структуру другого языка. На этот раз языка эстетизма. Как вы помните. Он все будет воспринимать на этот раз в эстетических терминах. Через искусство он будет все воспринимать. В мире теперь есть прекрасное, есть безобразное. А раньше не было. А раньше было греховное, спасительное. А теперь другое. Теперь переживания мира, они должны проходить через язык искусства. Мир теперь представлен как искусство, как он дан в языке искусства. Переживания должны воплощаться, например, в произведении искусства. Они должны воплощаться в стихах. Стивен пишет стихи. Мир становится поэзией для Стивена. И ему кажется постоянно, нашему герою, что вот она истина. Что вот на каждом этом скачке, на переходе из дискурса в дискурс, он наконец-то открывает истину. Он открывает что-то подлинное. Вот оно подлинное. Но мы-то понимаем, что на деле это не так. Ведь и раньше он так думал. И на предыдущей ступеньке своего развития он думал то же самое. То есть когда его захватывает религиозный дискурс, он думает, что вот она истина наконец, вот оно подлинное наконец. А когда она оказывается на следующей ступени, он понимает, что это не так, что-то все было обманным. И теперь у него другая истина, другое подлинное. Вот почему это путешествие, как я сказал, по семиотическим сеткам, по системам значения, означивания, по дискурсам в конце концов. Дискурсы полностью захватывают человека. И сознание, и тело начинают говорить через него. Да, дают ему мир такой, какой он есть в этих дискурсах. Это очень важно запомнить. Да, то есть все испытывается как подлинное, до поры, до времени. И на деле всякий дискурс, в территории которого человек говорит, осознается им как подлинный. Именно потому, что он говорит в территории этого дискурса. Ибо это структура его собственного сознания. То есть человек и правда так видит, и правда так думает. Не потому, что он глупый или еще что-то с ними так. Нет, он действительно так думает. Он и правда может думать религией, думать какими-то политическими партийностями, он может думать эстетикой. То есть не думать об эстетике, а эстетикой думать. И так далее. Можно привести много примеров всяких разных. Некоторые люди действительно думали о национал-социализме. Почему нет? Действительно думали этим. Или просто каким-то великодержавным патриотизмом. Ни один язык не истиннее другого в конечном итоге. Но он безусловно истинен для того, кого он захватывает. Для того, для кого он становится структурой сознания. А может быть и такое, что структуры сознания будут меняться. Как вот у Стивена, они меняются последовательно. А могут и не меняться. Может оставаться какая-то одна из даже структуры сознания. Вот такой художественный образ, как введение. Вот давайте будем держать этот образ в голове. Это путешествие Стивена по семиатическим сеткам. И перейдем уже к непосредственно нашей теме. К дискурсу. Что же такое дискурс? Как нам лучше всего его понять? Сразу начну с трудности большой. С того, что нам мешает. Вся сложность здесь в том, что, понимая дискурс, мы всегда с вами уже находимся в каком-то дискурсе. Понимаете, в чем проблема? В том, что мы сейчас с вами сидим и понимаем дискурс. Но понимаем дискурс из определенного исторически сложившегося философского, в данном случае французской философии, дискурса. Дискурс понимаем дискурсом же, никогда не выходим из него. Нет этого чистого сознания, которое нейтрально все воспринимает, понимает, от всего оторвано. Мы всегда с позиции какого-то дискурса говорим. Для человека недоступна вот эта полная нейтральность. Конечно, может и неплохо, но недоступна. Может быть, это вы из какого-то дискурса утверждаете, что она недоступна, а из какого-то другого не доступна? Да, 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 тоже хорошо. То есть отрицание, скажем, отрицание того, что возможна нейтральность, это тоже какой-то вид дискурса. Безусловно, но это только подтверждает. Тут такая структура замкнутая, змея, которая кусает свой собственный хвост, она не отрицает ничего. Это тоже дискурс. Это то же самое, что в связи с Леотаром, например, мы с вами говорили, помните? Недоверие к метанарративу. А как вообще можно не доверять метанарративу? А недоверие к метанарративу – это что, не метанарратив, что ли? Который включает в себя, как претендует на то, что он вбирает в себя все прочие метанарративы. И имеет последние конечные ответы на все вопросы. Что вот, мол, все вокруг нас сказки и мифы, а мы такие умные. Тоже ведь некий миф, в конце концов. Мифом пытаемся миф же убить. И все равно находимся на территории какого-то мифа. В чем проблема? Почему все так проблематично? Мы не можем быть не ангажированы с вами. Ну, если вокабуляр Джанна Полисартера использует. Мы всегда уже ангажированы. Ангажированы. То есть мы… Существа не только и не столько природные, например, сколько такие исторические и социальные. Все это уже в нас. И в первую очередь язык. Почему так важен язык? Почему дискурс – это язык некий? Вот почему мы никогда не поймем окончательно, что такое язык? Потому что мы всегда уже в языке не находимся. Не можем полностью из него выйти. Как мы тогда будем понимать? Чем мы тогда будем понимать? Когда мы уже используем язык, чтобы понимать. Это как с телом, да? Никогда не поймем, что значит быть вне тела. Быть без тела. Можно, конечно, верить и надеяться на это. Но опыта такого ни у кого не было, мне кажется. Ну, может, был. У мистиков каких-нибудь. Но это уже другой вопрос – доверять им. Чем это не поэзия, очередной миф и так далее. Или клиническая смерть, например. Тоже что-то такое. Тоже какое-то воображение может быть со стороны. Некий сон, да. В каком-то дискурсе сон? В каком-то дискурсе сон, безусловно. В каком-то дискурсе истина уже некая. Вот, и видите, все точно. Может быть, это истина уже вне дискурса? Ну как, смотрите, истина… Если мы предполагаем, что есть некая истина в последней инстанции, конечно же, мы тем самым предполагаем, что она вне дискурса, что она выходит за границы всякого дискурса. Но это дискурс. То, что мы вообще предполагаем такую истину – это вполне себе дискурс. Мы все в нем, да. Мы живем в вполне себе христианской и европейской культуре. Мы сами прекрасно понимаем, что это такое истина в последней инстанции. Мы сейчас нам об этом рассказывали. Это тоже дискурс, в конце концов. Поэтому, если предполагать такую истину, да, она, по сути, должна быть вне дискурса. Но нам-то, что стало, как мы до нее доберемся, когда мы дискурсивные существа? – Нет, это для выйти за пределы дискурса. – Искать не это для выйти за пределы дискурса. – Если мы, допустим, возможности этого, то мы можем начать вот в сторону искать. Может, мы не найдем. – На решение возможности внутри является дискурс. – Да. – Мы еще в дискурсе. Нет, мы это признаем, что мы сейчас в дискурсе, но мы можем допустить гипотезу, что мы можем выйти за пределы дискурса. Это допущение Genius является. – Да. Мы признаем, что мы сейчас в комнате. Но от того, что мы сейчас в комнате, мы можем признать, что есть улица, а можем говорить за пределами комнаты? Раз мы сейчас в комнате, ничего нет. и тогда мы всегда останемся в комнате. Если мы допустим, что улица есть, мы может быть когда-то выйдем из комнаты. Да, очень правильно, очень здорово. То есть все правильно, что было сказано из этой стороны, из этой стороны. То есть действительно, метафора с комнатой отличная. Вот то, что вы говорите, допустить то, что есть, что-то за кредитами дискурса, стремиться туда, мы этим человечество и занимались, все дорогой продолжают заниматься, по сути. Хотя сразу вопрос, что же это за такая интересная позиция у всяких постмодернистов, что они решили закрыть комнату. Да, такая позиция, критическая. Они пытались закрыть комнату, это важно. Это, кстати, проблематизирует сам постмодерн. Ставит его под вопрос. Как раз и провоцирует человечество выйти за пределы в какой-то момент, когда оно не надоест в этой комнате и за закрытой двери берется? Да, конечно. То есть, как бы вы говорили, есть такая история о культурном и до культурном состоянии. То есть, я описываю до культурное состояние, так сказать, куда нельзя выйти, потому что мы о нем размышляем по состоянию культуры. То есть, никакого до культурного состояния в этом смысле нет. Никакого места вне комнаты нет. То есть, это как бы когда ты входишь в эту комнату, никакой возможности вернуться обратно в до комнатное состояние. Такой возможности просто нет. Может быть, и здесь после комнаты? А Кандинский? Не-не-не, это же не только Кандинский, например, говорил, уйти от формы. Вообще, мне кажется, все искусство XX века – это такой вот поход. Уход от формы, но с другой стороны. А куда мы уходим от формы? В другой какой-то форме, да. Бесформенная. Бесформенная опять. Мы даже представить себе не можем бесформенная, потому что как раз таки представляем мы формами. Да, наше сознание устроено так, что мы представляем какими-то формами. Представить себе бесформенной. Ну да, первое, что приходит в голову – это какой-то действительно мистический опыт. Но мы же критически к таким вещам относимся. Это же тоже некий художественный образ, художественный язык. Мы почитаем там Эккорту, Биома. Это же поэзия просто напросто. Если читать туда, если переживать. Ну вот, кто здесь может похвастаться? А если кто-то может похвастаться, другие сразу критически от вас перейдут. Нет, даже если я могу сам похвастаться тем, что я это перейду, то я все равно живу какими-то словами. Уже оформляю это в каком-то уровне. Я же начинаю об этом как-то говорить. То есть, опять же, не то чтобы мы говорим о том, что там можно выйти из комнаты, а вопрос в том, что… Ну, мне кажется, в том, что как бы все есть эта комната. Ну, то есть, и каждый выход, он будет выходом просто… Скорее, не все есть комната, а за комнатой другая комната. Ну, да, но как же… За комнатой другая комната. Это согласно… Это не промышление. Да, да, сознание, да. Из-за катастрофы сознания, это вероятно. То есть, описание мистического опыта тоже из-за определенного дискурса происходит? Ну, да, есть мистический дискурс. Есть мистический дискурс. Переживание, даже, как бы, переживание самого Эфорта, оно было тоже в определенном контексте. То есть, оно не было… Но оно было запрограммировано всей его жизнью предыдущей. Мне кажется, не нужно говорить про переживание. Было ли оно в контексте. Но… что-нибудь… если мы что-то уже знаем о этом переживании, то вот это наше знание, оно уже в контексте. Как бы хватит переживание? Откуда мы знаем о своем переживании? Мы знаем о своем переживании из сознания своего осознания определенным образом структурно. То есть, сознание уже включено в наше осознание нашего переживания. Чистого переживания у нас просто нету. Потому что, если оно чистое, то мы о нем не знаем. А если мы о нем не знаем, то мы его и не имеем. А может быть, чистота включает в себя знание и плюс? Когда знание просто становится вторичным по отношению к чему-то большему. И не… перестает его ограничивать. Ну, да, ну, пожалуй, это сложно себе представить. Все равно это знание, да, все равно это знание. Пока оно не пережито, действительно, это трудно себе представить. Да, наверное. Об этом сложно. Но возможности. Но возможности. Да. Допущение такой возможности. Да. Допущение выхода из, ну, уже не из комнаты, получается, а из дома. То есть, в принципе, мы все равно разбиваемся. Какие-то предпосылки у нас не происходят. И вот он может быть построится. Пока нет этого, мы не выйдем из этой комнаты. То есть, вы считаете, что все через мозг? Я считаю, что мы все равно же не люди. Мы же не имеем набор каких-то вещей, без которых мы не можем ориентироваться. Конечно, перестройка организма, она даст новую комнату. Это уже помогает. Да. Вы правильно говорите, что мы люди, да? Что это значит? Что это для нас значит быть людьми? Вот в чем-то, что делает нас людьми. Вот не оно ли делает, да? Осознание, мышление, которое все-все же структурное. Вот вы говорите, как вы сказали, возможность. Во многом получается, что это возможность для нас быть уже не людьми, а чем-то другим. Уже сверхчеловек начинает маячить у нас здесь некий сверхчеловек, который перешел через этот мост человека, преодолел структуру сознания, и все тогда, как вы говорите, может быть, имеет знание, но это знание для него уже вторично. У него, может быть, появляются уже какие-то совершенно другие... А другие что? Да тоже какие-нибудь структуры, да? Просто какие-то другие структуры. Наверное. Ну, еще мы можем... Опять же предположение. Опять же предположение возникает. Мы можем представить только другие структуры. И больше ничего. То есть мы можем говорить, мне кажется, об этом. У возможности выхода, у невозможности выхода. Это тоже является все некими нашими структурами. Ну да. Тут просто подвесить нужен этот момент. Такой. Не эгоистический. Ставящий нас на место, да? Что мы люди, а быть человеком это что-то значит. Через что-то определяется. Ну, например, через сознание. Окей, хорошо. Через сознание, через мышление. И, коль скоро человек определяется через мышление, для него выйти из этого, из мышления, из структуры мышления, значит, переставит быть человеком. Да. Но мы-то вроде люди и как-то не особо надеемся на то, что мы надеемся. Ну, надеемся и ладно. Хорошо. Да. Надеемся и ладно. Надеемся можно намного. Мышление надо уточнить что-то. Конечно, да. То есть где границы мышления. То же самое. Та же проблема. Как с дискурсом и с языком. Как мы будем уточнять, что такое мышление, когда мы это уточняем мышление и ем. В этом смысле вся история философии, я думаю, это развернутый ответ на ваш вопрос, который никогда, наверное, не закончится. То есть все эти талмуды, которые мы все пытаемся читать, это попытка ответить на вот этот вот чудовищный вопрос, что такое мышление или шире, что такое сознание, да, не правда ли? То есть это вам и Кант, и Гегель, и Платон, и все об этом. Поэтому нельзя дать определение мышления. Серьезно, мышление это будет. Да, ладно, от тела мы далеко ушли. Ну, хорошо, ушли от тела, действительно, пусть будет сознание. Сознание. О том, что вне сознания мы просто не можем говорить, потому что мы говорим все равно о сознании и ем с помощью его структуры. Уже с территории сознания говорим о чем-то. Человек такое существо, с которым сознание уже всегда включено в мир. Вот в мире для человека всегда уже произошла и происходит работа сознания. Вот что значит быть человеком в том числе, да? Это жить в таком мире и так, в котором уже работает сознание. Вот в чем дело. Что такое мир вне сознания, мы не знаем. В этом, кстати, весь Кант, на мой взгляд. Вот если просто говорить о Канте, максимально просто, то в этом весь Кант и весь его трансцендентализм. Что такое трансцендентализм? Это и значит, что мир дан сознанию. В нем всегда уже происходит работа сознания. Что значит трансцендентальный метод? То есть встать на территорию этой работы сознания. Вот из сознания, из этой трансцендентальной сферы мы не можем выпрыгнуть. Как не можем выпрыгнуть из чего? Из пространства и времени, например. Из категории. Все это структуры сознания пока. Пространство, время, категория. Все это структуры сознания. Структуры разного порядка. Ну неважно, что это структуры. Вот отсюда идея вещь и в себе. Кстати говоря. Может, как раз вот это наше убеждение, что дьявол уйти из комнаты, оно и оставляет нас комнаты. Ну, Кант, что вот я приплел Канту. Гениальный же был человек. Как он сказал? Я был вынужден ограничить разум, чтобы освободить место веры. Веря. Вот то, о чем вы говорите, это территория веры. Наверное. А что еще? Ну, скорее всего. В первую очередь мне приходит выловина. Это территория веры. В любом смысле. Ну, а вере, в том-то и парадокс. Ничего нельзя знать. Вот верить можно, сколько угодно. А знать ничего нельзя. Нельзя знать, что такое вера, не веря. Нельзя знать, верит человек или нет. Вот никто-то говорит, что он верит. Откуда же он верит? В конце концов, я сам себе, я сам себя могу долго убеждать, что я во что-то верю. А откуда я знаю, что я действительно верю? Может, я чего-то просто очень сильно хочу? Так, как правило, и бывает. Ну, как? Нельзя знать. Как там полностью в фильме «Матрица» там? Пролети? Ну, да. Хорошая сказка. Конечно, мы видим. Да, она верит. Хорошая сказка. Это тоже вопрос. Подтверждение. То есть то, что в чем-то мы видим подтверждение. Это тоже, почему мы именно в этом видим подтверждение. Да, человек, который очень сильно во что-то верит, он везде видит подтверждение. Это правда. Я по себе знаю. Очень хорошо работает. Постоянное подтверждение кругом, во всем просто подтверждение. Может быть. Может быть. Но опять же, это таинственно. Вот после всех этих господ, вроде Маркса, вроде Фрейда, например, вроде Ницши, которые активно все это разоблачали, очень сложно вот так вот уверенно говорить обо всем, о вере, например, когда я знаю, что это вера. Может быть просто меня били часто в детском садике, и я теперь реализуюсь таким образом. А это вера. Есть. Ну может быть. Но знать тут ничего нельзя. Вот в чем правило. Знать нельзя. Вот о чем речь. Если мы встанем на позицию эпистемологии, теории познания, знать нельзя. Почему мы знаем? Вот в чем проблема. Ну а как мы будем это знать? Еще раз повторю. Знаем сознание. Вы верите в Бога? Он сказал, я не верю, я знаю. У Юнга? Да, у Юнга. А, у Юнга. Нет, ну он, я верю. Почему он так сказал? Да. Он сказал, что он переживал определенный, ну так же, как мистический опыт. Ну у него описано там воспоминания, допустим. И для него как бы это не был вопрос, ну просто каких-то фантазий там или в книжке прочитал, да. То есть это был вопрос его опыт. Так же как, ну допустим, я побывал сегодня на этой комнате, у меня есть опыт. Могу сказать, что да, вот есть такая комната там. Вот и все пойдет. Могу делать все это тоже в рамках дискурса, как бы это дело было, но в целом… Ну вот в рамках определенного дискурса, в самом пределах. Юнгянского вот на этой красоте, да, дискурса. Поразительный был человек, конечно, Юнг. Ну ладно. Да. Трансиндивитализм это я сюда ввел. Ну смотрите. А вот вопрос познаваемости мира вот из этой серии? Или это совсем другой физкурс? Из философской серии? Да. Я говорю, ну чисто как бы физики вот которые… Они же что делают? Они вроде как познают? Ну в самом начале выяснили, что я сначала конструирую что-то… То есть они все-таки конструируют, да? Да нет, я ни в коем случае не хочу выдавать себя за разоблачителя или большого знатока теоретической физики, ни в коем случае. Что значит познаваемость? У каждой науки есть свои храницы, да? То есть если наука не постулирует свои храницы, то это уже не наука, а там, не знаю, даже мистика, да? То есть и… Ну просто физики очень конкретно отвечают на вопрос познаваемый пример. Как озвучить? Это не лед. Вот один профессор, который там на коллайдере сидит, у него с правильной фамилии забыл, ну очень простая фамилия всегда забыл. И он говорит, очень просто на этот вопрос мы отвечаем. То есть да, мы расширяем, мы физик, ну как физик, да, в дискурсе физик. Да, расширяем. То есть это вот, я представляю, как вот этот вот обувь кузырь, который становится все больше, больше, больше. Ну вот ты не спрашиваешь, ну и до каких пор, значит, вот он будет расширяться вот это познание мира? Он говорит, очень просто. У нас, говорит, с каждым разом наши приборы становятся все дороже и дороже. И когда закончится? Он говорит, когда государство проголосует народ, парламент, все скажут, хвастят ребята, денег нету. Цинично, но хорошо. А он говорит, один, а второй говорит, все проголосуют давай, и мы, говорит, так взорвем этот мир, что он, мы его вместе взорвем, и в этот момент мы его и познаем. Да, действительно, это очень неплохо. Познание среза не имеет, опять же, среза, лежащая в этом физическом... Это многое говорит вообще об ученых, да, мне нравится. Это как вот в ревности, да, если не мне, то никому ты не достанешься, я тебя взорву просто. Нет, вопрос опознаваемости мира, ну, мне сразу вспоминается Хайдеггер, мне вспоминается Левич, вспоминается метафора вот горизонта, ну, я постоянно говорил, горизонт, да, когда мы делаем шаг в горизонт, горизонт делает шаг от нас. Вот это называется познаваемость мира в науке, просто-напросто. Ну, где-то пока не взорвать. Да и то. Тут тоже сложно. Ну, себя взорвем, не мир. Ладно. С другой стороны вспоминается Хайдеггер с его такими, очень громкими словами, но они имели определенный смысл его, и все винят за это, что он говорит, например, «наука не мыслит». Он имеет в виду определенную вещь строго, да, для него мышление понятение строго月, философская мысль, наука чем другим занимается. В этом смысле, в хайдегеровском смысле, конечно, она не мыслит, сравнивая, вот, как мыслит наука. Конечно, разные вещи. А о чем он говорил? Он говорил о картине мира, да, помните, замечательный который всегда рекомендовал, рекомендую всем читать время «Картины мира» у Хайдегера. О чем он там говорит? Что наука создает себе определенную картину мира, создает себе определенные объекты, описывает эти объекты. И вообще самое главное для науки – это иметь позитум, позитивность. Кстати, вот от Хайдегера идет эта позитум. Почему наука позитивна? Почему у него есть позитум, данность? Что-то дано. А мир вообще – это не данность. То есть всякая данность, вспомните, Хайдегерские эти вещи, она в мире уже. Всякая данность. Но за всякую данность нужно шагнуть дальше. Потому что данность – это что? Это объект, а объект – это граница. А граница чем хитрая? Потому что есть по этой сторону границы, есть по ту сторону границы. Вот как с нашими комнатами, как с нашими зданиями. И в этом смысле, конечно, просто, понимаете, наука, она даже задачу такую поставить себе не может. Она не может проблематизировать мир ВАПСЧЕ – это метафизика. Мир ВАПСЧЕ – это метафизика. Наука познает то, что в мире. Ну, вот Бибихин еще вспоминается. У него здорово об этом в книжечке «Мир сказано». Правда, лучше и поэтично, чем у меня. Отсылаю вас туда. Просто наука не может даже задать такой вопрос о мире вообще. А если может задать, то сразу у меня претензии какие-то появляются к таким ученым. Потому что, ну, своими делами надо заниматься вот. А Хайдегер вот мог задать вопрос о мире вообще. Потому что он-то философ. Ну, у него это бы «Тием» называлось. Ну, ладно, хорошо. И как он ответил? Что не познаваем? Ну, если бы он ответил, нас бы здесь уже и не сидело. То есть он даже считает, что не познаваем? Нет, конечно, не познаваем. Но у него, понимаете, Хайдегер... У него почему сложно? Ну, я сейчас вам не могу все это объяснить, потому что это нужно о Хайдегере много говорить. Хайдегер немножко меняет концепцию истины в философии. Он возвращается в концепцию истины к древнегреческой концепции, которая «алеттая» называлась. А отрицательная частица? Нет, по-гречески «алеттая». Ударение, да, ударение на эту, «алеттая». А отрицательная частица «алеттая» — ну, знаете, человек такой, куда кто попадает, сразу все забывает. В этом смысле «забвение». И если дословно переводить «алеттая», то, ну, я бы так сказал, «незабвенность». Но вообще чаще всего переводят как «несокрытость». Несокрытость. Мир как несокрытость. То, что открывает себя и скрывает себя. И в этом смысле, конечно, совершенно безграничное открытие и сокрытие мира. А в науке другая концепция истины, корреспондентная. Соответствие понятия о предмете самому этому предмету. Соответствие представления об объекте самому этому объекту. Я тебе что-то говорю, а мне высказывание делаю. Что мне делать с этим высказыванием? Как мне его проверить? Как вы можете узнать, что я вам не чушь какую-то сказал, не лапшу на уши повесил? Вам нужно, не знаю, эксперимент провести, наблюдение провести научное, сравнить то, о чем я говорю, с тем, что есть на самом деле. Я вам могу сказать, что у такой-то, такой-то ткани или еще что-то вот такая-такая структура. Вы смотрите, сравниваете язык с данностями. Вот так действует наука. Вот что это значит. Всегда иметь объект. Без объекта науки не существуют. А Файдигер ведь все иначе. Он в поэзию ушел, в несокрытость, в незабвенность. И в этом смысле он максимально близок, ну или нет, или максимально близки. Потому что, что Файдигер говорит, да, что тот, что находится уже за границей наших знаний, там, о комнате или о комнатах, а вот скорее непосредственно интуиция, скорее вера, скорее... Востоянность бывает, это точный термин, который его использует, предположение, ну что-то в этом роде, да. Как поэт, понимаете? Поэт знает, что такое мир. Ну, в смысле знает, не знает в научном смысле слова. Возможно познать? Ну, познать в научном смысле нет, но поэзия, вот мистические опыты и так далее, они никаким образом схватывают. Непосредственно. А когда они меня нервы, потому что это? Ну да, вот и Хайдеггер об этом же выжигали. Вот и Хайдеггер. Для него мир – это то, что вот в поэме. Не то, что под микроскопом, а скорее то, что в поэме. И это и есть незабвенность, несокрытость. Ладно, все, заканчиваю. Хайдеггерянский камлайн начинается вот эти вот поздние Хайдеггеры – это сломать голову. Возвращаюсь к тому, на чем я остановился. Значит, выпрыгнуть из этой вот самой нашей структуры, структуры сознания, не получается. Не получается. Вот отсюда идея «вечи в себе». Что такое «вечи в себе»? Это мир внесознания, который нам совершенно не доступен. Потому что «мы» в сознании и есть. Что вне сознания – я не знаю. Кстати, это же и, например, интенсиональность у Гусареля, знакомый вам, я думаю, термин. В феноменологии. Есть объект для сознания, есть субъект сознания. Всегда вместе и никогда по отдельности. Вот данное сознание – данный объект сознания. А вот что там вне сознания – мы не знаем. Выпрыгнуть из этой интенсиональной структуры нельзя. Поэтому Гусарель вполне здесь наследник Канта. И феноменология – это очевидное наследие трансцендентализма. Ну ладно, это всё историко-философски. Итак, вот подвесим, да, язык, у нас возник тело, сознание. Для нас это данности некие. Мы уже в этом, уже ангажированно вспоминаем абсолютно. Мы в языке, мы в теле, мы в сознании. Они говорят в нас и за нас. В нас и через нас. В эроструктуре языка, например. Вот вам весь структурализм в краткой формуле заключённой. Лакан, например. В нас и через нас говорит тело – это Ницша. А Ницшская воля, она телесна, как вы помните. Кстати, Шопенгаурская тоже. И тут Ницша недалеко уходит от ненавистного учителя. В конечном итоге в нас и через нас говорит сознание. И это вот трансцендентализм с одной стороны, и дальше уже феноменология с другой стороны. Вот самые общие вещи. Так как они самые общие, это нужно как-то конкретизировать. Вот в дискурсе, в дискурсивных практиках или в дискурсивных формациях всё это и конкретизируется. Практически невозможно говорить строго о том, что уже в нас и через нас. Ибо из этого нельзя выпрыгнуть. То же самое и с дискурсом. Однако можно пытаться, дерзать. Как и Кант с Бусарлем, всё же пытались говорить о сознании, хотя знали, что выпрыгнуть из него нельзя. Как и Ницша говорил о телесной воле, хотя знал, что она говорит через него. Просто он-то это понял. А это ничего, всех нас. Дискурс. Вот это сложное слово. В французском языке дискурс, что такое? Речь. Ну, это опять очень общая речь. Это и беседа, и разговор, и рассказ. И в конечном итоге всё это напоминает другое важное слово. Ну, мне во всяком случае напоминает. Смотрите, сейчас вам напомнить или нет. Одно такое, вот, тоже многозначное, и значения примерно те же самые повторяются. Логос. Логос. Логос – это тоже вам и речь, и рассказ, и слово, и разумение, и просто логика, и всё что угодно. Вот любопытно, что логос и дискурс максимально близки. Но то, что в классической философии, то есть в философии логоцентрической, как нам скажут, или да. Вот то, что там понималось через логос, в современной философии понимается через дискурс. И коннотации меняются. Что-то поменялось. В классической ситуации логос, во всяком случае, уповали. Ему доверяли. Вспомним хотя бы божественный логос стоиков и так далее. А в неклассической ситуации дискурс, что он делает? Он пугает, он порабощает. Это не спасение, как логос. Это что-то другое. Скорее, какая-то негативная здесь трактовка. Негативная. И в последнюю очередь это связано с уже затронутой нами проблемой мета-рассказов или мета-нарративов у леотара. Вот не классическая ситуация, как вы помните, или постмодернистская ситуация. Это ситуация недоверия к мета-рассказам. То есть к логосу. В единственном числе есть большой буквы логосу. Недоверие в своей критике обнаруживает за вот этим тотальным единым логосом множество частных дискурсов. Уже во множественном числе и с маленькой буквы. Где один такой дискурс не истиннее, не тотальнее другого такого дискурса. Строго, как у Джойсона и его Стивена Дуброва. Вот сюда же мы можем прибавить и наш прошлый разговор об истории, кстати говоря. Логика та же. Единая, линейная, тотальная история. Например, в христианстве. Например, у Гегеля. Это логос с большой буквы. А генеалогия, которую предлагает нам Фуков след за ним. Эта генеалогия разрушает единство логоса. Выявляет в нем множественность дискурсов. Множественность в единстве. Единство распадается у нас. Вот здесь начинаем подходить к ответному вопросу, что такое рассеивание. Можно уже улавливать этот момент. Рассеивание происходит какое-то. Можно чуть-чуть объяснить? Генеалогия? Генеалогия, да. Просто в прошлый раз мы об этом говорили подробно. Поэтому так сильно повторять не важно. Генеалогия. Генеалогия – это метод, скажем так, метод исторического анализа, который выдвигает Фуко, но он находит его у Ницше. И сам считается в этом плане учеником Ницше. Генеалогия. Генеалогический метод, который… Что делает генеалогия? Раз уж мы в прошлый раз об этом подробно поговорили, уже вы можете ответить на этот вопрос, а не я. Кто возьмется? Что такое генеалогия? Чем она отличается от генеалогии? От третьего? Отсутствовала. А, вы отсутствовали? Зато вы какой-то там в другой раз присутствовали, когда мы уже эту генеалогию разбирали. Мы же много же этим занимались. Мы уже затвердили, мне кажется. Я чувствовал много интересных. Ее никто не хочет рассказать нам про генеалогию. Ну, генеалогия, если с самых общих каких-то терминов можно говорить, генеалогия – это такой взгляд на историю, в которой некий исторический факт, некую историческую данность пытается максимально освободить от навязанных ему сверху интерпретаций, сверхсмыслов каких-то, формализаций и так далее, и так далее. И вы видите этот исторический факт как факт, как событие, как оно есть, своей единичности, своей несвязанности, может быть, с другими событиями и так далее. То есть это такое освобождение как бы единичного. Ну, посмотрите, что происходит с исторической наукой в 20-м веке. Больших историй уже, я не знаю, после той иной писал кто-то или не писал. А какие стали писать историю во французской исторической науке 20-го века? Брали какое-нибудь, например, село провансальское, не просто даже 16-го века, а там, допустим, с 1543 по 1549. И писали вот такой тамин, историю вот этого вот села. Вне контекста, потому что речь идет именно об этой единичности, именно об этой фактичности, вне контекста. Потому что включение этого в контекст уже будет метанарративом, уже будет внешне навязанной логикой. Учитывали же года, что происходило. Учитывали года, что происходило, да. Учитывали года. То есть максимально отстраниться от сверхсмыслов. В этом смысле. У меня, на самом деле, как... Не-не-не, значит, реально. А сейчас и не стало понятно, да? Ну, это уже какие-то... Это уже отсутствие у меня таланта просто. Заменится. Это уже отсутствие у меня таланта, очевидно, совершенно. Потому что жестоко об этом сказано. И статья эта читана, зачитана, за дыр, мне кажется. Фу-фу-фу. Нет, что эта статья – это такая, так сказать, такая буря. Буря, да, буря. Поэтому я и так люблю. Вы еще как и недочитали статью. Ну вы что? Ну она же маленькая такая. Нет, вот вы говорите, а возможно ли это? Ну, то есть это фактически так и есть. История сейчас такова. Ну, как, это всегда так и так видаться. Каждый очередной историк, он как бы трактует, как ему кажется наиболее правильным. Правильным? Ну, может, и не трактовать, как он… Не, ну я считаю, что это не спортивно. Это не спортивно, это не научно трактовать что-то, как ты считаешь, что это правильно. Вообще историк по-хорошему что он делает? Ну, описывает. Описывает документы, документацию такую. Я считаю, что тут как-то с физикой, что в принципе да, мы знаем теорию, что существует теория относительности, но в целом существуем в ньютонской физике. То есть вот мыслим о мире, но в ньютонской физике. Мы, мне не кажется, что видим там поля и так далее. Мы видим тела. Так по-прежнему. Мне кажется, тут может быть то же самое, что просто люди еще, ну, как-то в целом, ну, как-то до этого еще не вошли в этот дискурс. То есть в том числе воспринимают историю так, как предполагают они, ну, с точки зрения генеалогии, а не с точки зрения вот этих больших историй, как, например, в консилерах. Мне кажется, тут проблема именно просто в том, что мы, ну, как бы, понимаем пока что еще, воспринимаем историю там больше устой. Хотя, с другой стороны, на самом деле, на самом деле... А кто-то вот имеет правильную. Да, да, но с другой стороны, хотя сейчас же очень часто рассматривается история именно там каких-то отдельных структур, да, то есть не в целом и уже не соотносят условно. Ну, микроистория, вот, кстати, да, это называется микроисторию. Вот такие микроистории сейчас стали появляться активно. Фактография, что ли, числа, без осмысления данных фактов? Это имеется в виду. Ну, может быть, да, но близко. Ну, по минимуму, ну, по минимуму. Что значит осмыслить некоторые факты? Значит, включить его в какую-то широкую кону, в какую-то парадигму осмыслить. Что мы делаем, когда мы осмысляем? Погибло в Великой Отечественной войне столько миллионов человек. Это факт. А можно, да, дальше его осмыслять? Почему так? Почему так случилось? Так вот эта генеалогия. Включает вопрос, почему? Ну, смотрите, я вам объясняю. В самом факте нет этого ответа на вопрос, почему. Факт есть факт. Погибло. А вы начинаете размышлять. Почему? То есть вы начинаете факт, как бы, вчитывать что-то, чего там нет. А уже что вы будете вчитывать, это не зависит от вас. Правильно? На какой позиции вы будете стоять. Из какого дискурса вы будете говорить, то и будете вчитывать туда. Правильно? То, что я считаю, это фактом, это тоже дискурско. Ну да, конечно. Я так понимаю, что я не был на прошлый момент, но как и общую статью тоже начинал до конца. Признаюсь. Так вот, но фактически тое представление идет такое, что, собственно, история, как мы ее тренируемся с Козочевским мыслям, она идет вот такими вот линиями. То есть вот какой-то общей идеей, на которой нанизаны все факты. Так? Вот там, от Адама и Евы до вот этой комнаты сейчас. Так? А я так понимаю, что генеалогия предлагает народ во времени делать вот какие-то срезы именно вчитывание, как бы говоря. То есть что вчитывается мне? Я так понимаю, нет? Ну, с критической точки зрения. Люди такие мелкие, вот такая ряль на воде, которая, собственно, и рассматривается она, а не какой-то вот длинный рассказ об истории. Ну и в то же время то, что ты вот до этого сказал, что с точки зрения критики, генеалогии, понятой как критики, она еще и как разоблачением. Разоблачением сверх смысла. Мне кажется, там идет речь, у меня только сейчас, о линейности, то есть даже не линия, а одна линия. И с сегодняшней точки зрения мы пытаемся найти причины, понятные нам сейчас, исторические события. Да. Но на самом деле этот разрыв временной или исторический, он может иметь причиной совсем другое, что-то нам неизвестно, непонятно ли вообще. Более того, обязательно ведь имеет. Да. Причем ведь опять логика множественности. Причем может быть куча. Правда. Не обязательно это должна быть какая-то однаградиодная причина, в сокровении мира, например, кем-то и прочее. Да, да, да. В конечном итоге освобождение истории, освобождение факта от вот этой логики тотальности пресловутой, против которой, в общем-то, все в основном атаки постмодерна и ведутся. Да. Против логики тотализации. Потому что, опять же, мы тотализируем исходя из чего? Нам это зачем-то надо, да, мы чего-то хотим добиться этим. Мы хотим навязать фактом, навязать историей, навязать миру что-то свое, что-то, что нам вот хочется, чтобы было так, а не иначе. Чтобы кто-то был виноват. А если кто-то один виноват, значит, другой не виноват. Или, наоборот, этот виноват, тот не виноват. Как будто мы это знаем. А мы не знаем в конечном итоге за фактом ничего, да. Мы интерпретируем. Можно предположить, что нам повело больше, чем Фуко, потому что мы жили в Советском Союзе сначала. А теперь живем в России. А у него и все пережили через это процесс переосмысления всех фактов. Это в крови. А у него, видимо, он француз, там, как жил во Франции, так, как жил во Франции. Ему нам было часто переохранять. Ну, какие там вот такие потрясения, как у нас, когда вся история с точки зрения наоборот вывернулась. Не, ну, опять же, наша история в большой степени, ну, мне кажется, всем известна. То есть, и мне кажется, что вот эта ситуация, когда все переворачивается, это довольно, ну, как бы, давно люди, я вот не знаю. Не, а одно дело они знают, а другое дело они в школе сидели и слышали одно, а на следующий день пришли и прочитали газету. И прочитали совсем другое. Или в семью пришли. Или в ту же школу пришли и на следующий день узнали. Это совсем другой опыт. Да, конечно, ну, тут несколько, может быть, возражений таких, ну, мизерных совершенно. Ну, философ, он, во-первых, на то и философ, чтобы не транслировать вот так вот, чтобы он из газеты вычитал. Он все-таки должен как-то анализировать, используя мышление свое. И в этом смысле сопротивляться дискурсам, которые захватывают его речь. Да, вот философ привилегированный немножко позитивность оказывается. Согласен, есть такой момент. Во-вторых, я не думаю, что совсем верно то, что мы такие беленькие и чистенькие, и все переосмыслили, и все поняли, и из всех травм своих вышли. У нас вообще не поставлен вопрос даже о вине, да, о котором речь шла уже в пятидесятых годах. До каких пятидесятых? Уже во второй половине сороковых уже. Там, такими людьми, как Яспорс, например, ставился очень серьезный вопрос о вине, о национальной вине вообще, о вине каждого в отдельности, об ответственности за то, что происходило и так далее. Где у нас что-то такое было? У нас даже тело не вынесли из середины столицы. А вы говорите, что мы все переосмыслили. Ну, кто-то, может, переосмыслился, слава Богу. Ну, не думаю, что... Особенно сейчас. Опять какие-то идут... Опять переосмысливают, уже обратно переосмысливают... Опять интерпретируют в конечном итоге, опять как-то интерпретируют. А интерпретируют всегда так, чтобы поделать слаб человек, чтобы самому в большей выгоде остаться. Мне так кажется. Потому что, вообще, вопрос о вине – это такая штука очень страшная, суровая и большая ответственность. Так что, ладно, это грустно. Это грустно. Значит, я возвращаюсь... Что такое? Логос. Логос, да-да-да. Я ввел этот Логос. Это мне довольно интересно. Мне здесь ввести Логос в панданг к дискурсу. Потому что во многом на противопоставление этих понятий. Здесь идет вся игра. На противопоставление Логоса и дискурса. Мы, как бы, атакуем Логос. Я прошу прощения, не знаю. Логику Логоса, да, так ужасно скажу. И вместо этого противопоставляем и такую логику дискурса. Ладно, сейчас будем разбираться в этом. Смотрите. Идем дальше. История, да, я сказал. Вот это важно, потому что Фуко же, в первую очередь, историей все же не занимался. И вот он как раз говорил об этом. Что это единая тотальная история в христианстве, например, как она представлена изначально. Или в Гегеле. Вот это Логос такое. Генеалогия, это что? Это то, что разрушает единство Логоса, да? Вскрывает в единстве Логоса, на самом деле, множественность дискурсов. Столкновение сил. Вот сил, которые интерпретируют события. Кому-то одно хорошо, другому другое хорошо. Вот он, пожалуйста, столкновение сил. История здесь таким образом становится как бы столкновением дискурсов, различных дискурсов. Далее, дискурс, как и Логос, он целостный, конечно. То есть он обладает некоторой целостностью. Кстати, тоже хороший вопрос. Странно, что вы изначально его не задали. А в чем вообще целостность дискурса? Как это? Откуда его целостность возникает? Ну, Фуко об этом много говорит в этой своей книге. Об этом, может, еще пару слов сегодня скажем. Да, это некая речь, но это обязательно связанная неким образом речь. Связанная. Это цельная структура какая-то. Это единство правил реализации дискурса. Единство правил. Но при этом дискурс по определению ограничен, в отличие от Логоса. Логос, то он тотален, абсолютен, безграничен. А дискурс по определению ограничен. Чем? Ну, вот хотя бы другими дискурсами. Хотя бы другими дискурсами. Вот Логос, ну, это абсурдно говорить о других Логосах. Логос, поэтому он в единственном числе. И поэтому он с большой буквы. Он один грандиозный, гегелевский в конечном итоге. Он жадный, он ревнивый. Дискурсов много. Да, сингулярность здесь появляется в часовых буквах. Никто не спрашивал в начале, что такое сингулярность сегодня? Ну, более-менее выяснилось. Но вот дискурс – это такая сингулярность. А сингулярности много. Сингулярность – то же самое, в принципе, что единичность. Да, но в то же время, и в этом опасность, дискурс, он тяготеет к тотальности. То есть, я так грубо скажу и просто. Дискурс тяготеет к тому, чтобы стать Логосом. Не правда ли? Раз это столкновение сил, борьба сил, значит, все-таки есть желание над кем-то возвыситься, подчинить что-то кого-то себе. Очевидно, в дискурсе вот эта воля к власти, к силе, к разрастанию, к подчинению себе других дискурсов. И это выявляет в дискурсе в любом, впрочем, некий идеологический момент. Идеологический момент. То есть, можно здесь дискурс уже описывать так же, как идеологию. Что такое идеология? Идеология. Это тоже некий связанный дискурс, да, в этом смысле. Набрасывание на мир вот этой вот сетки понятий и образов, представлений, в которых, через которые мир понимается нами. И одна идеология, разумеется, враждебна к другую, тяготеет к татарности. Идеология – это некий дискурс, который стремится стать логосом. Я так это опишу. Поэтому понятие дискурса, ну, наверное, более общее, чем понятие идеологии. Появленная идеология – это обязательно вид дискурса. Кстати, то же самое можно сказать и о ментальности и так далее. Ну, это все в тексте есть, этого без меня разбудется. Итак, что можно пока сказать о дискурсе? Что это язык, но не весь язык, не язык как таковой, не в общем смысле язык. Это некая языковая сингулярность в самом языке. И вот часто определяют дискурс так. На мой взгляд, красиво. Язык в языке. Язык в языке. Вот что такое дискурс. В этом смысле дискурс целостен, как структура. Его части работают друг на друга. Вот в чем целостность заключается. Работа частей, работа структуры подчинена определенным правилам этого дискурса. То есть дискурс функционирует по правилам, конечно. Скоро это язык. Скоро это язык. То он что-то делает. Что он делает? Что язык делает? Производит что-то. Высказывание производит. Какое-то четкое язык. Производит высказывание. И именно по собственным правилам он порождает, производит свои высказывания. Нельзя в дискурсе в том или ином сказать обо что. Выходим сразу из дискурса. Ну вот можно здесь вспомнить того же Леотара, который говорил о терроре правил. В дискурсе существует определенный террор правил. В дискурсе он как бы внутренне террористичен. Если вы захотите, будучи в нем, нарушить правила, то вы сразу почувствуете на себе его гнев, его террор. То есть, смотрите, вот те элементы, которые сопротивляются как-то дискурсу, вот дискурс он всегда стремится выявить, пресечь, устранить. То есть яркий пример здесь, мне кажется, это понятие ереси. Вот христианство и ересь, например. Потому что ересь она же возникает всегда внутри христианства, как внутри некого дискурса. Возникает ересь. Что такое ересь вообще, изначально? Это не что-то плохое. Как это часто бывает в истории, вот некоторые такие слова, которые практически ругательными становятся. Они изначально ничего такого не несут в себя. Они довольно безобидные. Ересь это тоже довольно безобидное словечко греческое. Это просто, ну скажем так, какое-то отдельное частное мнение. Ну просто мнение мое. Ересь. Видимо, не соответствующее какому чему дискурсу? Если оно мое, частное, субъективное, то чему-то оно явно не соответствует. Или какому-то привилегированному, тотальному дискурсу, например, христианству. Когда весь мир понимается в христианских терминах, и все вокруг меня понимают мир в христианских терминах, и я должен понимать мир в христианских терминах, то мне уже запрещено иметь какое-то свое частное отдельное мнение, конечно же. Я уже еретик, и здесь ересь приобретает негативную коннотацию. Тут еретик уже преступником во многом становится. То есть частных мнений, дискурс не допускает частных мнений, да. Внутри себя самого, вот в чем дело. Просто в современных дискурсах, которые могут и не претендовать, например, на тотальность, сжечь нас не будут, наверное. Мы будем исключены из дискурса, например, из научного сообщества. Нам запретят формулировать публично научные высказывания, не будут нас слушать. Будем исключены из научного сообщества просто вот так. Тоже террор какой-то определенный. Вот Леотару это очень не нравилось, что существует такой террор в научной области, да. Что вообще существует такая ситуация, когда кто-то может быть прав, кто-то не прав. Вот настоящий просто модернист. Он считался очень несправедливым, что кто-то прав, а кто-то не прав. Если кто-то прав, то другой сразу не прав. Террор. Вот он хотел, чтобы этого не было. Был невероятным анархистом по духам. Да, ну скажем так, дискурс, он блюдет чистоту определенную. Чистоту свою, внутреннюю. Но пока что мы это более-менее выяснили. Потому что дискурс как язык в языке. Мне он не нравится, вот эта формулировка, вот совсем вытекающая. Теперь обратимся, давайте уже непосредственно, к Фуко, которого мы читали. Вот, пожалуй, именно Фуко лучше всех и подробнее всех анализировал дискурсы в философии второй половины XX века. И неким таким методологическим, наверное, подведением итогов всех этих его анализов стала книга «Археология знаний», Археология знаний 1969 года. Такая своеобразная довольно книга. В ней можно так Фуко и не признать. Конечно, сохраняются какие-то его черты, но она в меньшей степени поэтичная, в меньшей степени такая игровая, там больше научности, больше структурности. Ну, потому что он сам признавал эту книгу методологическую, по сути. Мог себе позволить такую книгу, писал ее уже невероятно популярным, известным человеком, то есть там страшная была слава вообще после 1966 года, когда слова «Ещи» появились, бестселлер того времени. Вот он написал после слов «Ещи археологию знаний». Подвел итог определенный. Ну, смотрите. Вот у Фуко здесь возникают и дискурсы, и дискурсивные формации, и дискурсивные практики. Сказать в разные такие слова, но об одном и том же. Да, речь об одном и том же взятом с разных сторон. А я думаю, и так лучше сказать. Вот они, эти дискурсы, как мы и сказали, имеют свои правила, свои стратегии. А сама археология, о которой я речу Фуко, археология как метод, это анализ дискурсов просто-напросто. Археология – это анализ дискурсов. Вот выходит, что археология – это не совсем другое генеалогии. Вот он как-то жонглирует этими терминами, видимо, стараясь максимально сохранять постмодернистскость свою. Он не может сказать, что у него какой-то единый метод, например, археология или генеалогия. Он говорит, что у него археология или генеалогия, вещи очень похожие такие. А термины отражаются друг в друге во всяком случае. Вот по Фуко, вот эта археологическая задача – это, собственно, и есть задача вообще гуманитарных наук как таковой. Задача анализа дискурса. Гуманитарные науки по Фуко чем занимаются? Большой хороший вопрос о статусе гуманитарного знания, который стал подниматься когда? Уже в конце XIX века, особенно на рубеже веков, начале XX века. О статусе гуманитарных наук. Что это такое гуманитарные науки? Чем они занимаются? Почему мы должны в них разбираться? Зачем они нам-то нужны? Где здесь критерий действенности? Очень много об этом было сказано. Вот Фуко свои пять копеек сюда добавляет. Он говорит, что задача гуманитарных наук – это именно археологическая задача. Задача анализа самых разных дискурсов. Здесь уже какие-какие дискурсы какая наука анализирует, вот так вот и сами эти науки будут дифференцироваться. Ну, так ли это для всех гуманитарных наук сложно сказать, я не знаю. Это слишком такое широкое обобщение, но для Фуко это точно так, очевидно. Так, о чем здесь идет речь? Я постараюсь выделить основные черты, самые главные, в анализе дискурсов Фуко в его археологии. Значит, первое, что я хотел бы выделить – это очень важный момент. Это предпосылка, из которой Фуко исходит. Предпосылка так называемого эпистемологического разрыва. Эпистемологического разрыва. Вот это вот один из ярчайших примеров атаки на тотальность, на логику тотальности в XX веке. Во многом об этом уже было сказано в прошлый раз в связи с генеалогией, поэтому я могу быть краток здесь. История – это не тотальность, но что? Разрывы, фрагменты, как было сказано. Сингулярность, столкновение сил. Фрагменты, то есть дискурсы, в конечном итоге. Логика тотальности – это логика мета-истории, мета-нарратива, мета-рассказа. Логика, ну, если угодно, какой-то идеологии определенной. Это сверхсмыслы, которых нет в истории, которые навязываются ей извне. Такой тотализирующей стратегией историка, или философа, или идеолога. Философа, который здесь выступает как идеолог. Как, например, философ Гегель выступал вполне себе как идеолог этого тотального прусского государства. И так далее. Навязываются извне. Вот недоверие к мета-нарративам, к сверхсмыслам в истории прямо ведет к проблематизации этих разрывов. Между дискурсами, между фактами, между, проще говоря, событиями. События – вот здесь появляется такой концепт в философии. Мы анализируем разрывы. То есть разрывы, а не целостность. Фрагменты, а не тотальности. Вот такое есть противопоставление. Ну, проблематизацией эпистемологических разрывов, в первую очередь, занимались предшественники Фуко, непосредственно его предшественники. В первую очередь, это такой Гастон Башляр. Очень важная фигура для французского философа XX века. У нас, ну, он так себе существует в нашем философском знании. Не очень хорошо он подробно переведен. Ну, нет, ну, есть какие-то его книжки. А вот второй господин, такой Жорж Кангием, вот он, по-моему, вообще не переводился на русский язык. А это непосредственный учитель Фуко, тоже эпистемолог. Вот они выдвинули Башляр, с одной стороны, с другой стороны Кангием, они выдвинули эту концепцию эпистемологического разрыва. Поэтому Фуко заимствует понятие, эту проблему уменьшится. Значит, что вытекает из проблематизации разрыва? Возникает такая цепочка понятийная, в которой возникают понятия, которыми Фуко постоянно будет пользоваться. То есть такие, как граница, например, граница. Такие, как, например, вырез. Вырез. Откуда вырезаем? Что вырезаем и откуда? Из целостности, из какого-то целостного листа, грандиозной истории человечества вырезаем фрагменты. Интересный момент получается у нас. Вырез, да, вырез. Кто-то вырезает чего-то, кто вырезает? Вот аналитик или археолог, исходя из терминологии Фуко, вот он и вырезает. То есть тоже во многом создает свой объект. Правда ли? Тоже ангажировано получается. Ну и так далее. Граница, вырез и прочее. Вот все это вместо чего? Вот разрыв вместо чего? Что противоположно разрыву в истории? Непрерывность. Непрерывность, совершенно верно. Непрерывность. То есть непрерывность у нас выступает на стороне логоса, на стороне мета-истории. Непрерывность. А разрыв таким образом выступает на стороне археологии, на стороне анализа дискурсов. Да, безусловно, это так. Так в истории, соответственно, в генеалогии, которая занимается этой историей, так и в широком смысле в анализе дискурсов, и в археологии, которая занимается анализом дискурсов. Вот там нет непрерывностей никаких. Там нет никаких тотальностей. Там есть только разрывы. Там есть только границы. Там есть только сингулярности или события. Много слов существует, которые в одном и том же сказываются. Вот это вот и анализирует Фуко. Ладно, идем дальше. Еще что здесь возникает, тоже интересное понятие. Мы, кстати, уже ввели его сегодня. Это документ. Документ. Документ – это что такое? Это материал. Материал – это позитум. Позитум – это позитивность какая-то, данность, аналитика или археолога. Археолог работает с каким-то собственным материалом, с документом. Ну, как мы с ним работаем – это тоже хороший вопрос. Ну, мы или археолог? Имманентно, да, мы с ним работаем. Имманентно, то есть внутренним образом. То есть наша задача – выявить собственную внутреннюю логику этого документа, а не навязать ему свою логику, а не навязать ему какие-то сверхсмыслы. Такой аккуратный анализ. Толерантный анализ. Попытка дать чему-то быть собой, документу быть документом, например, а не тем, что я хочу в нём обнаружить. Такая попытка уже перестать смотреть на мир, как на свой собственный портрет, а увидеть в нём чужой портрет, какой-то немой. Дать чему-то быть собой – да, это действительно такой этический, во многом, жест. Вот такой имманентный анализ, да. Запрет на навязывание сверхсмыслов. Ранее, то есть до этого, до появления археологического или генеалогического анализа, то есть в метаистории документы, они… ну, с ними по-другому работали. Не имманентно, а как-то по-другому. Они чему-то служили, они для чего-то использовались, они имели какую-то цель вне самих себя. Служили чему-то? Ну, вот мета-нарративы они служили, собственно, мета-рассказы. То есть они интерпретировались некоторым образом, некоторым образом подгонялись под мета-нарративы, то есть они включались в какую-то тотальность, служили логике этой тотальности. Ну, это понятно, это вы без меня понимаете прекрасно, как работают с документами в идеологических каких-то больших системах. Понятно, что там документы все не являются самими собой, мы с ними не толерантно работаем, они нам служат каким-то определенным целям, а другие документы не служат, поэтому мы, например, можем их уничтожить. Тоже, кстати, занятный способ интерпретации, как вам кажется. Уничтожить документ, чтобы его не было, чтобы на него нельзя было сослаться. Тоже хороший способ интерпретации. Проинтерпретировать документ как отсутствующий в истории, проинтерпретировать событие как небывшее. Тоже логика тотальности, не правда ли? Даже в высшем, наверное, смысле логика тотальности. Вот такая крайняя интерпретация. Интерпретация чего-то как небывшего. Замалчивание каких-то фактов, действительно просто уничтожение этих фактов и так далее. Но это с теми документами, которые нам не нужны или которые нам прямо вредны. Другие мы просто будем подгонять под какие-то наши нужды, под нужды нашей логики. Да, и напротив, задача археолога – освободить документ от такой тотальности, увидеть у него именно сингулярность. Ну, то есть, проще говоря, увидеть у него самого. Это важно. Его самого. Ну, да. Значит, вот еще такая одна атака у Фукон на логику единого, на логику мета-рассказов и так далее. Атака, которая исходит из освобождения событий, какого-то микро-насериала. Заметим, кстати, что… Вы это уже заметили и без меня, но я просто подчеркну, насколько у Фуко ярко проявляется вот этот вот пафос анти-интерпретации. Насколько он не любит интерпретацию, вообще понятия интерпретации. Насколько для него это идеологическая такая стратегия – интерпретировать. Он не любит интерпретировать в этом смысле. А есть что-то за определенные интерпретации? Вот, 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 есть, видимо, по нему. Да, видимо, он в этом смысле тоже романтически полагал, что возможно некое имманентное описание. Ну, не знаю, возможно имманентное описание или нет, в чистом виде. В чистом виде, может быть, и невозможно. Да, любое описание – это интерпретация. Здесь, наверное, разница не в этом. Здесь, наверное, разница в том, понимаю ли я, что я делаю, когда я интерпретирую, и как я интерпретирую, и чьей воле, и какому дискурсу я служу, и надо ли мне это делать, и надо ли мне самого себя критиковать, и надо ли мне самого себя ограничивать, и надо ли мне постоянно какое-то усилие себе производить, чтобы избавляться от вот этой мании, все интерпретировать, подгонять под то, что я уже знаю, под какое-то свое удобство. Или мне не надо всего этого делать, или наоборот. Или, если уж интерпретировать, то интерпретировать для победы. А так получается, что я уже вышел за пределы дискурса, если я понимаю, что я интерпретирую в этом дискурсе Да, в этом смысле, да, да Кажется, что это так, не знаю, так ли это, на самом деле Мы не уходим из мета-дискурса, то есть вообще существование этих дискурсов Мы не исходим, то есть мы не уходим из дискурсов вообще Мы можем уйти из какого-то одного, но чтобы о нем как-то говорить и как-то его сознавать, все равно мы используем какую-то другую Например, вот как это называется в истории философии Фукульдианский дискурс, мы сейчас в нем находимся Вот нам, пожалуйста, дискурс Фуко, у него свой дискурс, своя логика, свои понятия, с которыми он работает, свои правила работы с этим понятием Вот, кстати, хороший пример, что такое дискурс для нас Фуко нам говорит о дискурсе, сам Фуко это и есть дискурс, есть дискурс Фуко, Фуко как дискурс, да Определенный язык Кому? Само слово дискурс уже, наверное, не является, ну, не слово, а концепция дискурса Тоже является дискурсом, а здесь мы говорим о дискурсе Не, ну одно слово не является дискурсом Не слово, а вот это понимание, понятие дискурса Дискурс о дискурсе То есть, дискурс дискурса Ну да, очень по постмодернистски получается Дискурс, дискурса, язык языка Да, очень хорошо То есть, когда мы выходим То есть, мне кажется, что мы сразу просто говорим Мне не нравится, как Ролан Барк сказал, как ты назвал дискурс Это хождение взято вперед Да, да Ну да, то есть, он вслушался, как бы, в само слово, да Дискурс о хождении Ну, замечательно, это ровно то, о чем мы сейчас говорим Да, в многом получается что-то, что-то хождение туда-сюда, вперед-назад, вокруг да около Ну, а что делать? Чтобы жить, надо как-то двигаться Что-то такое основательное, но лучшее, но полезное, я не знаю Ну, как бы, чтобы не будет вот этой вот субстракцией, в этот момент, деморатива, как бы, как-то защищаться от него? Критически относиться к действительности, критически Проверять свои собственные основания, спрашивать у себя, что же я делаю на самом деле Позиция самокритики во многом, да Насколько далеко такая самокритика распространяется, тоже очень хороший вопрос У нас тут получается, что либо так, либо никак Либо логика тотальности, либо идеологичность, либо самокритика, которая, конечно, несовершенна Ну, опять же, повторяю, но не может быть для нас, для человеческих существ, вот такой вот виртуозной самокритической позиции, на которой мы уже становимся, как бы, абсолютно нейтральными к действительности Когда нам все одно, все дискурсы нам одно, да Для нас это все так, орешки А мы не ангажированы совершенно, ни в одном из этих дискурсов мы, как бы, не запачкались, да Не бывает такой чистенькими, выйти не получится от сыра, все равно где-нибудь запачкались в каком-нибудь дискурсе Но, опять же, повторяю, другой вопрос, иметь это в виду и понимать это про себя, да Что, да, вот я человеческое существо, да, я не просто в безвоздушном пространстве где-то обитаю, как какой-нибудь картезианский субъект или гегелевский дух и так далее Нет, я обитаю в определенных местах вообще Я обитаю в социуме, я обитаю в истории, в языке, в теле, вот в этой комнате в конечном итоге, в которой я вполне сейчас ангажирован, как и все мы, да И просто нужно это принять и понять И это нам может помочь просто немножко изменить свое отношение к действительности Ну, да, да, в этом смысле это не достижение совершенства, но это такая вот попытка дерзновенная как-то к нему приближаться Где же тогда совершенство? Вот тот же вопрос, который у нас сегодня в разных формах только и дело что звучал Где совершенство, где истина, где что-то, о чем мы не можем знать, где что-то, о чем мы не можем там мыслить, говорить и так далее Вот именно потому, что не можем мыслить, говорить и так далее, поэтому у меня нет ответа на этот вопрос к несчастью Нету, а если бы был, то меня бы здесь не было Я бы тогда был мудрецом, я бы на какой-нибудь горе сейчас левитировал, вот как Гегель Нет, ну иди нет, не подумайте, это вот я сейчас, кстати, фальсифицирую историю У меня нет документа, который бы свидетельствовал о том, что Гегель левитировал на горе Просто у меня так представляется, когда он начинает говорить о философе, который наконец все познал, который стал мудрецом Я уж не знаю, значит у него вообще никаких границ нет, вот только левитация на горе и все Волшебная гора, волшебная гора Тоже дискурс, ну конечно, вот видите, пожалуйста, у меня такое представление о мудреце, какое-то довольно странное, специфическое И вот я его вам выкладываю, откуда я это представление получил, не помню, но откуда-то получил Вот оно во мне теперь сидит, и я вам его транслирую, а может кто из вас кому-то понравится, вы тоже будете транслировать Видите, как вирус работает, дискурс работает как вирус Вот, где совершенство я не знаю, не могу знать, ну и Фуко, наверное, тоже не мог знать, это совершенно безусловно, и он прекрасно это понимал Ну вот, наверное, все дело в этом, да, в понимании, в понимании собственной границы, вот, наверное, в чем дело В понимании собственной границы, в попытке, ну, осознать какое-то собственное место Вообще, то, что мы имеем место, то, что у нас место есть, то, что мы не везде, да То, что у нас есть какое-то определенное место, которое нас как-то все же детерминирует То, что мы, наверное, не абсолютно свободны Да, мы не абсолютно свободны Ну, я надеюсь, что все прекрасно понимают, что мы не абсолютно свободны, как бы того хотелось некоторым персоналам Представить себе абсолютную свободу просто логически невозможно, и да, ладно Может кто-то где-то и свободен, но явно не мы с вами Вот Так что такая позиция, да, приближение, может быть, к совершенству С помощью критики В конечном итоге самого себя Попытка, как бы, прояснить свои собственные основания Прояснить основания своего языка, своих высказываний, своих мыслей Понять, почему я думаю так-то, а не так-то Почему я говорю так-то и не так-то Мы же редко, вообще, понимаем норму Дискурсами говорят, правда, мы же не отдаем себе в этом отчет А вот Фуко и Ижи с ним Они пытаются нас призывать вот к такой этической позиции К критической позиции по отношению к нам самим, да Осознать свое место, да, осознать свою ограниченность Осознать свою зависимость И, может быть, осознание нашей зависимости Сделает нас чуть-чуть более независимыми Чуть-чуть более независимыми Как говорил Мамардашвили, простите нас, да Имеем, что имеем, простите нас за малое Может быть, чуть-чуть, а, за немногое Может быть, стать чуть-чуть более независимым Это уже для нас будет большая-большая победа Хотя мы, конечно же, вот опять же Из логики тотальности хотим все и сразу Мы хотим абсолютной свободы Может быть, нам лучше осознать все-таки свою ограниченность Чтобы стать чуть-чуть более свободными Чем прожить всю жизнь в мечтах об абсолютной свободе И так в итоге и сгинуть в дискурсах каких-то Провалиться в них окончательно Нет, мы, например, об этом же говорили в начале первого сезона Когда говорили про миф и Логос Да, про то, как Логос Как бы разрушает какой-то миф Ну, не разрушает, но как-то Ну, в общем, наверное, борясь с ним Он в итоге сам может стать мифом Если он не будет сам себя постоянно вот так Да, ну, так и получается То же самое, что здесь То есть, нет смысла думать, что Можем выйти куда-то в какое-то вот большое волне Так вот, мы просто Можем выходить и выходить Мне кажется Если это допускать материальную возможность выхода Тогда даже это чуть-чуть теряет смысл Ну, поймите Ну, не обязательно Я-то чуть-чуть начинаю приобретать хоть какой-то смысл Чуть-чуть Ну, это как по лисе Как по лисе, что если мы будем стоять на месте То мы двигаемся назад Можно и так, конечно, к этому относиться Нет, тоже Если вы считаете, что некуда выходить То зачем тогда чуть-чуть? Это не должно быть, зачем А может быть, ходить мне нравится Может, я заеду в ходок А почему нет? Почему мы не можем отнестись к жизни вот как к жизни? Зачем? Да, безусловно, конечно Это дискурс какой-то телеологический Дело в том, что Вы же можете Но вы запрещаете всем Говоря, что выхода нет Так, пожалуйста А никому ничего не скажите Нет, а вот это Вы не говорите Как бы за натальность и дискусс Да, да Если мы говорим, что Нет смысла куда-то выходить Естественно, этот дискурс сразу Ну, как бы у нас Пытается стать логосом Нам пытается занять вот все место Вам всем не будут выходить Да Так вот И Ну, то есть об этом же и шла речь Вот Да, та же самая тотальность Да, об этом шла речь абстрактно А в другой дело Применить это конкретно Нет Но ты не можешь сказать Что есть куда-то выходить Это тоже Он пытается стать тотальным Потому что нам всем есть куда-то выходить Я говорю Может быть есть Это не совсем тотальность Тогда дискурс может быть Он становится тотальным А По-моему, он может быть Что может быть, а может не быть Это одно Дискурс Это не совсем тотальность А Вот Я так и сказал об этом Когда Дискурсы Которые Пытаются стать логосом Тоже об этом Как раз и подумал Что Ну вот Может так Есть разное мнение Но существование Разных мнений Это тоже дискурс Который Тоже Тотальным Что Да Существуют Разные мнения Если Ты не говоришь Может быть Существуют Разные мнения И не просто говоришь А это Переживаешь Может быть То Мы уже Мы выходим вообще из поля то, о чем мы говорим, так? Мы не можем досматривать... Это тот же дискурс сейчас, что мы человек не можем... Мне кажется, об одном и том же, только почему-то сцепить. Столкновение сил, вот пожалуйста, воля твое, воля твое. Мы отыгрываем вообще все, туда-сюда дискурс. Нет, а никто... Все, все верно. Нет, это структура, на самом деле, это структура. Хорошая иллюстрация, структура, которая отыгрывает саму себя. А вы, как бы, агенты структуры. Ну ладно, об этом уже говорили. Как-то раз в структурализме. Нет, они... Нет... Камни преткновения, нет проблемы никакой. Никто не запрещает никому говорить «может быть». Может быть, это не тотальность. Может быть, это не... В конечном итоге не совсем утверждение «может быть». Может быть так, может быть, да ради Бога. Когда мы делаем утверждение, когда мы говорим «вот так», тогда мы на стороне тотальности, логики тотальности находимся. Причем совершенно очевидно, что без разницы мы это говорим в негативном или в позитивном смысле. Совершенно так, да. Мы можем говорить, что вот так, как я сказал все на самом деле, ну как, ну как угодно, Господи. Что там, классовое общество или бессознательное, или еще что-то, или христианские концепции. Совершенно неважно. Да вот так, как я говорю. Это тотальный дискурс, безусловно. Это логика тотальности. Мы можем в такую же тотальность возвести и скептицизм наш абсолютно и сказать, что вот абсолютно точно никак. Вот никак и все. Тотальный запрет на что? Да на все, что угодно. На мысли, на высказывания и прочее, и прочее. Это тоже логика тотальности. И в этом смысле сказать, ну вот как Фукул говорит, да, сказать, что, сказать, я не знаю, да, это не значит там запретить нам познавать что-нибудь. Вот по мыслию, зачем он занимается. Тоже это познание, тоже это ученый человек. А то бы сидел дома и сказал, да в общем, зачем он этим занимается. Ну вот занимается зачем-то. Ну не только зачем-то. Ну и потому что любит очень это дело, ему нравится. Я возвращаюсь к тому, что я говорил просто ходить. Ну да, я понимаю, что это может звучать в контексте европейской культуры довольно странно, какие-то восточные основные коннотации. Но почему бы нет? Тоже интересно. Зачем нам постоянно нужно жизнь подчинять каким-то внешним целям? Чем же она сама-то нас не устраивает? Сама собой. Почему бы вот не жить просто? Как говорил кто? Эммерсон. Что бы с вами в жизни не происходило, если вы хотите стать великим художником, у вас не получилось или вы там хотите стать великим кем? Естественно, испытателем у вас не получилось. Всегда есть удивительный, потрясающий выход. Всегда есть удивительный, потрясающий выход. Очень мудро. Просто жить. Просто жить. Вот так это понимал Эммерсон. Очень по-жигански. А я хочу жить, ссылаясь на Эммерсона. Может быть это мой способ существования? Ну да. Я не думаю, что в ссылке на Эммерсон есть какая-то большая сложная. Нет. Жить можно и ссылаясь на Эммерсона. Можно жить еще как-то. Почему нет? Просто жить это уже получается некая концепция, что уже проверяя что-то, мы можем просто жить, а не просто живем. Ну то есть это вот то, что говорилось про этот выход из, я не помню, как это было бы сказано, первобытного состояния, когда мы уже осмысляем, мы уже не можем вернуться, мы уже не можем просто жить, как просто жили там. может быть это идеалистично, но можно пытаться. Можно пытаться видеть в жизни вот ее Самои, как вот археологи вот эти вот фуклядианские хотели бы видеть в документах, в событиях там, где угодно. Вот именно это событие и ничего больше. Никаких там наших интерпретаций, сверх интерпретаций и так далее и так далее. А вот оно Само, мы с вами вроде более-менее поняли, что оно Само недоступно для нас. Но мы можем к этому приближаться, мы можем постоянно к этому идти. Это и будет в конце концов у нас жизненный путь, вот этот вот путь в эту сторону, в какую-нибудь другую сторону. Да, просто жить тоже нельзя, конечно. Не совсем понятно, что это такое. Такой у Эмерсона, понятно, поэтический такой момент, здесь просто жить, красота. Ну вот что значит просто жить, тоже не ясно. Просто жить. Это как? Это как одноклеточная штука? Проститься? Не ясно. Вот человек хотел просто жить. Нет. Я придумывал для этого глобальные концепции, навязывал всю свою большую луну. Такой, в общем, не новый, опять же, некий идеал, не знаю, мистика, да? Вот, который просто живет. То есть, что брать? Восточные какие-то? Старцы, которые тоже просто живут. Ну, старцы не то, что просто живут. Они дали себя… Ну, у них практика просто, их аскетическая практика очень похожа на, допустим, какую-нибудь восточную дзенскую аскетическую практику. Но там немножко все иначе. Потому что в дзене нет как бы Бога, нет Верховного существа. Ну, да. А здесь-то единый логос. Логос за большой буквы. Это Бог и есть в этом смысл. Да? И мы вписаны в это. Ну, просто жизнь была. С лобосом. Жень с лобосом. Жень с лобосом. Да. Это раз вспоминается. Жень с идиотом. Это опера. Стоят такие созерцатели, крестьяне, вокруг дороги. И нет у них в голове ничего. Просто стоят и созерцают. Наверное, ты сказал, что у него строители уезжают. Ну, да. Ну, да. Вот, пожалуйста. Это же идеал. Это дзен. То, что вы сейчас говорите – это дзен. Дзен. Ладно. Хорошо. Ну что, мы не заболтались? Еще что-нибудь будем говорить? Или устали? Еще можно? Можно еще? Насминуть не будет. Ну, хорошо. А как же просто жить? Через пятнадцать, через пятнадцать минут. И так всегда. И каждые пятнадцать минут будем откладывать. И пятнадцать дальше. Ладно. Хорошо. Это что касается документов. Ну, с документом более-менее понятно. Еще можно сказать о чем? Ну, а уже знакомой нам десубективацией, да, атакой на субъект. Вот субъект тоже такая, целостность очевидная. И в этом смысле Фуко даже пишет, что вот непрерывность, тотальность, вот эта единая, логос и прочее, прочее, прочее – это такие корреляты субъекта, европейского субъекта познания. Вот он и есть тотальность. Вот его взгляд и тотализирует, на самом деле. Ну, вот, пожалуйста, вам генер. Стратегия тотализации есть стратегия кого? Чья стратегия? Субъекта. Субъектом. Он сводит все многообразие, которое где-то находит, к самому себе. Вот я уже сказал, ввел эту метафору – портрет, да, портрет. Видеть в мире свой портрет всегда. Здорово было у кого? У всяких разных эстетов показано. Видеть в мире свой портрет. Не мир как таковой, а свой портрет. Вот субъект – он картезианский субъект, гигигианский субъект. Он видит в мире свой и свой портрет. Он все сводит к самому себе, конечно. Что такое тотальность, если не это? Как он это делает? А вот через интерпретации, не в последнюю очередь, через навязывание сверхсмыслов он организует историю как бы под себя. Тотальность – субъект. Субъект истории. Человечество, как субъект истории, например. Христианская община, как субъект истории. Вот у Гегеля дуг с большой дугой, где эту историю. Это латарность, которая все под себя и подгоняет, собственно. Да. То есть субъект здесь якобы главенствует над дискурсами, якобы над ними возвышается, якобы с ними как-то играет, джонглирует, подчиняет их себе. Ну и понятно, что у Хуко и вообще в постмодернистской парадигме тут ситуация переворачивается. Что не субъект главенствует над дискурсами. Это мы уже выяснили с вами в самом начале. Что-то дискурсы, скорее, говорят через субъект. Вот в чем дело. И более того, и в разных других работах Хуко это очень неплохо выражено, в дискурсах, в разных дискурсах создается специально строго определенный субъект именно этого дискурса. Вот как субъект научного дискурса, например, создается, ученый, со всеми вытекающими отсюда. Он говорит именно так, как он говорит. По-другому он не говорит. Аначе он не ученый. Иначе он будет исключен из научного сообщества. Это вообще одна из главных идей, конечно, у Хуко. Вот возникновение субъективности в дискурсах тоже очень интересная вещь. То есть о чем здесь говорить такого? Что не можем мы с вами предполагать какого-то... Ну ладно, затруднительно. Предполагать и тем более знать о каком-то субъекте, о нас с вами как субъектах, которые вот вообще... Субъекты вообще... Ну, вроде в христианстве это выражается через что? Через душу некоторую, которая субстенциальна, которая бессмертна, правда? Бессмертия души есть в христианстве, я имею в виду, они вообще есть. И мы с вами, что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, о чем бы мы ни говорили, через какой дискурс бы мы ни говорили, мы все равно сохраняем вот эту идентичность, вот эту тождественность. То есть мы как бы равны самим себе. Равны самим себе, как субстанция души равна самим себе. Мы и есть мы. Вот есть мы и все. Вот Ко говорит, что это не совсем так, что это не совсем так. Сложно говорить о каких-то нас, потому что нас вообще очень много бывает. что в разных этих самых дискурсах, вот и мы разные, да, и мы меняемся постоянно. Принимаем на себя логику того или иного дискурса, того или иного языка и сами как-то меняемся. То есть мы ведемся по-другому в разных ситуациях. Там в суде, например, ну не приведи Господь, мы там ведемся определенным образом. Вот здесь ведемся определенным образом. В очереди, в магазине, ведемся определенным образом. В семье, например. Человек приходит в семью, возвращается. Откуда он там возвращается? С работы или еще откуда-нибудь или просто там с работы. Меняется совершенно, занимает некую позицию в этой семейной структуре. Начинает отыгрывать некую роль. И здесь появляется вот такая субъективность. То есть, смотрите, на субъективность тоже такой взгляд у Фуко рассеивающий. Мы говорили о рассеивании. Рассеивающий взгляд. В этом смысле берется тотальность и рассеивается. Субъектов, на самом деле, много. Нас самих много, как субъектов. Мы множественные. Мы можем быть такими, а можем быть такими. Такая немножко игровая позиция. Собственно, тот он вполне себе Ницше задал. Игровая, танцующая такая позиция немножко. Перспективная, от перспективизма Ницшанского. Смотреть на мир сотни глаз. Из сотен масок. То есть маски, театр, игра, актер. Вот это вот максимально важные такие тоже концепты в философии. После Ницшанского и XX века тоже. Вот что такое? Субъект. Это не тотальность, не ценность. Это некая игра. Некая игра наша с вами. Вот такой момент. Но это вы и так знаете. Отсюда, кстати, вот этот знаменитый вопрос, который и у Ницша был, и у Фукоева повторяет. Кто говорит? Он спрашивает. Кто говорит? Вот я стою в очереди. Моя очередь подошла. Я говорю, мне пожалуйста, вот таких-то, таких-то сигарет. Ну это уже оценочные суждения сейчас пойдут, да? То ли нищеброд, то ли нормальный человек. Если он мальчик, то он, значит, ковбой? Ковбой? Ну да, ну да. Ну я не совсем об этом. Кто говорит? Ну понятно, что Фуко имеет в виду тоже такой провокационный немножко момент, что он говорит в дискуссиях через субъект. Как вот у Джойса тогда мы видели, что это не Стивен Дедал говорит, это через него что-то говорит. Например, язык религии через него говорит, когда он все интерпретирует в терминах греховности или негреховности. Это не он говорит. Он говорит определенный дискусс, определенный язык. И субъект это не так как бы подлинность, которая себя выражает в своих высказываниях. Я высказываю себя самого, да? Свою подлинность. Я неповторимый в этом смысле. А если прислушаться, мы же все говорим о том, что где здесь неповторимость? Вот эта неповторимость куда-то уходит, уже в нее не верят особенно в XX веке. И субъект становится не вот этой вот неповторимостью, не вот этой идентичностью, а как Фуко выражается тоже метко так. Субъект становится местом дискурса. Представьте себе. Место дискурса. Мы с вами как место дискурса. Некое место, в котором дискурс реализуется здесь и сейчас. Понятно, что ему надо как-то реализоваться. Он же своеобразно существует. Дискурс. Реализуясь на каких-то предметностях. Вот на документах, например. Реализуясь на чем еще? Вот на субъектах. На нас с вами реализуется дискурс. Как структуру структурализма. Реализуется на чем-то. И мы это место дискурса для Фуко. Место дискурса. Ну да. Не самое. Не самое приятное. Конечно. Дискурс. Говорят через нас. Тут, наверное, какая историще сельская. Откуда, допустим, какие-то новые произведения. Какие-то новые мысли. Ну вот весь вопрос-то, наверное, в том и состоит. Насколько они все новые. Что такое новое? Где здесь новизна? Кто решает что-то новизна? Мы говорим о художниках каких-то. Ну да. Мы говорим о художниках. Это точно совершенно. Но весь пафос... Ну не философии уже, хотя и философии тоже. А вообще постмодернистского искусства, там, литературы, живописи и так далее. Он, как просто, на этой нацелен. Там нет ничего нового. Копии, копии и так далее. Все вторично, конечно. Все вторично. Литература вторична. Литература состоит из цитат. Собственно, почему так происходит? Почему вот у того же Джойса, например, в Улисе живого места нет? Все сшито из каких-то воспитов. Все откуда-то. Все из начитанного опыта. Откуда эта цитатность вообще? А вот здесь выражается как раз этот момент. Эта мысль. Что как раз-то новизны нет. 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 Тоже в эту бесконечность тоже не попадает. А я говорю о том, что нет ничего нового. И сам я говорю о том, что нет ничего нового. Ну, можно и так. Ну, можно и так. Ну, да. Ну, да. В зеркале все окружается. Только это замкнутая система. Да нет. Она не замкнутая. В том-то и дело. Здесь же точку поставить нельзя. В ЕГИН-то все строго. Есть. Да. Да. Есть. Ну, вот как бы нам с вами сменить дискурс? Ну, мы сегодня об этом уже много говорили. Да. Есть тут, конечно, какая-то рефлексивность. Все-таки Фукой не устраняет этот момент полностью в своей философии. Есть какая-то рефлексивность. То есть мы, как мыслящие рефлексивные не существуем, можем это понимать во всяком случае. Можем понимать, что мы в дискурсе. Это уже шанс для нас определенный выпрыгнуть. Другой вопрос, что мы выпрыгнем в дискурс. И даже когда мы начнем как бы активно сопротивляться всем и всяким дискурсам, это будет вот такой дискурс. Дискурс сопротивления. Это, кстати, у него хорошо отражается во всех этих практиках себя и так далее. Все эти моменты. В поздней этической практике себя. Ну, что это такое практики себя? То есть во многом сопротивление дискурсам, это попытка сделать себя максимально свободным, но это тоже дискурс. То есть практики тоже дискурсивные? Они тоже дискурсивные, разумеется. Конечно, любые практики дискурсивные в этом смысле. Поэтому мы выпрыгиваем, конечно, из каких-то дискурсов. То есть мы попадаем в какой-то дискурс. Занимаем позицию. Опять же ангажируемся. Здесь такой позиционный момент очень важный. Нужно занять позицию. Если мы против дискурсов, то мы с точки зрения какого-то одного дискурса против всех остальных. Вот в чем дело. Опять же, повторяю, нельзя взять и полететь. В безвоздушном пространстве оказаться в каком-то. летать так субъективно над миром. Все равно окажемся в каком-то дискурсе конечном итоге. Даже если это будет дискурс освобождения по началу. Даже если это будет дискурс ответственности, этической позиции, самокритики и прочее, прочее, прочее. Это будет какой-то, какой-то дискурс. Не в чем дело. Какой-то не абсолютный, конечно. У меня этот вопрос касается, насколько я помню, он обсуждался именно дискурсов в тот момент, когда он дискурсами нажал все, в тот момент, когда он обозначал конкретно или сцениологические дискурсы. То есть, я не очень помню, был классический, современный, что-то об этом было же. Было, да. То есть, он, да, три дискурс он обозначал. То есть, да, трепесты, трепесты. То есть, они же как-то, как-то, не об этом найти. Да нет, ну где и в археологии об этом речь, но в первую очередь, конечно, это слова и вещи. Да, да, так, и что? А вот в том-то и дело, что как только мы найдем это основание, впишем все это за милую душу в единую логику. Пазлслов. Совершенно точно. Пазлслов. Совершенно найти основание для этого. Где мы будем искать основание? То есть, ну, я что-то имею, то имею. Ну, что-то и того, да. Ну, вот о том и речь была, да. Имеем то, как оно есть само по себе. Потому что, если мы найдем для него основание, значит, уже подчиним чему-то другому. Где мы будем искать основание для, например, какой-то нововременной эпистемы? Да, понятно, где. А вот в возрожденческой будем. И так мы восстанавливаем чего? Непрерывность. Так мы восстанавливаем линейность, да. Так мы вот как-то вот ретушируем этот разрыв. Поэтому, исходя из логики Фуко, так сделать, конечно, нельзя. Поэтому, это такой, да, совершенно точно хорошо, что сказать. Такой отказ от коиска оснований, да. Предельных оснований. Потому что, повторяю, если мы найдем основание, то уже подчиним. Ты, например, Фуко первоначально верил в это основание, потому что все-таки его структуралистом это называют? Да сложно сказать, что он там верил. Да, называли, безусловно. Он сам такую очень игровую позицию по отношению к этому занимал. Вообще, в археологии знания огромное количество структуралистских моментов, в том, что мы сегодня с вами говорили, в этом огромное количество структуралистских моментов. Чем дискурс не структур? Чем описание структуры будет отличаться от описания дискурса? В конечном итоге там некий язык, и там некий язык, и там некая структура правил, да, порождения объектов. И здесь то же самое. Мало чем отличаются. Поэтому я думаю, что археология знания, она очень структуралистская. Хотя в ней же, я уже не помню сколько, там последний страниц 20-30-40, очень такие гневные, где он всячески открещивается от того, что он структуралист. Он тоже такая игра во многом, я думаю, что он прекрасно понимал, кто он такой. Это вполне структуралистский, как мне кажется, потому что тем более слова и есть. Это структура в этом смысле. Это структура в этом смысле. Только понятые как вот, как сингулярности, как какие-то единичности, вырванные из тотальности. Да и структурализм так, хотя не всегда. Ну вот. Ладно. Хорошо. Можно долго продолжать разговоры. Так понятно, что, ну что кстати. Понятно. Что плохо наше дело. По постмодерну плохо наше дело. Не так все у нас с вами хорошо складывается, как хотелось бы наверное. А может быть и нет. А может быть я как-то воспринимаю это слишком пессимистично. Ну не суть. Ладно. Значит в следующий раз мы как-то более-менее будем приближаться к смене героя. То есть у нас Фуко чуть-чуть еще останется, но уже и другой появится. Будем там балансировать на грани. В следующий раз будем говорить с вами о такой штуке тоже знаменитой, как смерть автора. Как смерть автора. А это значит, что наряду с Фуко у нас появится еще Ролан Барт. Ролан Барт. И почитаем с вами и обсудим тогда две статейки. Небольшие. Одна побольше, другая поменьше. Вот Фуко. Что такое автор со знаковым вопросом на конце. Вот этот, который побольше. Ну и одноименная Барта. Ролан Барт. Смерть автора, собственно, она так и называется. Она совсем малюсенькая. Такая очень концентрированная. Вот это обсудим. Убьем автора уже наконец. Уже человека убили. Все убили автора. Теперь что надо убить? Побыстренько. И все. И отдыхать. Вот. А тогда на сегодня мы с вами остановимся. Да? Я вас вечно благодарю. Можно это обновление? Да, конечно. С приглашением. Да, безусловно. С приглашением. Есть такое сообщество, тоже небольшое камерное сообщество. Это называется школа игротехников. У нас по воскресеньям интеллект-клуб каждое воскресенье. 9 ноября мы планируем клуб про постмодернизм. И про вот как бы как раз попытку выйти за пределы постмодернизма. И хочу пригласить всех желающих, особенно вас. Чудесно. Спасибо за приглашение. И всех. Если вас всем это интересует. Вот. Здесь недалеко. У меня трусок. У меня будет каждому поточек дать адрес эти фонсы. Да, здорово. Очень хорошо. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. 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 Спасибо.